Ну что, ребята, всем здравствуйте! С вами UndeadZerg, он же ZergTV, и сегодня мы с вами посмотрим обзор шестого раунда Чемпионата Мира Бодифрага 2017 года. Сразу хотелось бы напомнить, что на моем ютуб-канале в плейлисте Чемпионата Мира можно посмотреть обзоры предыдущих раундов, и в частности я традиционно советую посмотреть 2012 и 2014 год. Они были наиболее интересными, зрелищными и неожиданными, если так можно сказать, во многом, очень даже во многом они были неожиданные. Причем некоторые карты были настолько неожиданные, которые поразили абсолютно всех, весь мир, я бы сказал. Ну и кстати у нас небольшое обновление произошло, у Чемпионата Мира этого года призовой фонд увеличился весьма неплохо, и сейчас он составляет почти 150 тысяч рублей. Так что если вы вдруг решитесь стать дефрагером, теперь вы еще и в этом дефраге можете зарабатывать. Ну если конечно вы играете 10-15 лет, если нет, то у вас шансов меньше, но тем не менее они есть. Не знаю какой раунд вам понравился больше всего, я думаю после Чемпионата Мира, который кончится в следующую субботу 23 декабря, мы проведем голосование. Какая карта была, по вашему мнению, наиболее интересная. Такое же голосование сейчас проходит на зарубежном форуме. И хотелось бы отметить, что этот год дефрагерский, вообще этот год в принципе уже потихоньку заканчивается, потихонечку и иссякает. Я хочу вам в первую очередь показать карту и кое-что на ней. Ну для начала, наверное, мы просто по ней пробежимся, посмотрим, обсудим некоторые вещи, сейчас я сделаю захват. Так, захват номер 5. Да, теперь все нормально. Напишите в чатике, что меня видно, слышно и что у вас все нормально. Без счетов, наверное, тогда пройдем ее первый раз, да? Ну думаю, да. Погнали. Карта на стрейф от маппера Нудлса. А, я забыл одну очень важную вещь. К сожалению, правда забыл. Я последние несколько дней немножко рассеян. Но, такое бывает, это исправляется. Так. Совсем я морально не готов. Поехали. Вот такое интро. Фух. Ну что, карта от Нудлса. Маппера, который сделал самую длинную в истории чемпионатов мира карту в ВК3 физике. Из всех карт, которые были на чемпионатах за последние 10 плюс лет. Точнее, наверное, суммарно за 15. Это самая длинная карта в ВК3 физике. Ну, по крайней мере, длиннее я что-то не припомню. В ЦПМе она при этом достаточно быстрая. Весьма стандартная. И хотелось бы, наверное, сразу, ну, как бы рассказать о некоторых ее особенностях. Ну, прежде всего, эта карта только на Стрейф. На ней нет абсолютно никакого оружия. Старт Триггер, так называемый Старт Таймер, находится примерно на краях вот этой вот тумбы первой. То есть, куда бы вы ни коснулись начала, мы по-любому эту линию старта можем задеть. Вот, поэтому мы не можем как бы по этой тумбе вот так вот кругами прыгать, прыгать, прыгать и набирать скорость. Ну, и слава богу, на самом деле. На этой карте есть Хейст. Вот эта вот штука, молния, которая увеличивает сильно скорость передвижения. Если, то есть, по обычной распрыжке я распрыгиваюсь вот так вот еле-еле, да, скорость у меня еле-еле набирается, то с этой штукой я могу ускоряться гораздо, гораздо быстрее. Вот, сделал себе около прицела скорость, чтобы было удобнее на нее смотреть. Я думаю, для вас, для просмотра тоже будет гораздо удобней. Ну, и, собственно,ама карта. В целом, она состоит только из большого количества вот этих наклонных поверхностей. Я традиционно напомню, что чем на более низкую точку каждой рампы мы падаем, тем большую скорость мы получаем. Я думаю, что вы об этом уже многие в курсе. На карте очень много секретных всяких вещей, в частности, вот такой вот лавы на... Кстати, забыл, самое главное это... Пикмит. Да. Эй. Эй, дифраг. Во. Так должно быть, по идее, лучше. На карте есть куча различных элементов, довольно-таки скрытых от глаза. То есть, первый раз, когда карту проходишь... Я, кстати, когда мы сейчас дойдем до финиша, покажу демку прохождения этой карты, когда я первый раз ее запустил. Самую-самую первую попытку. Вы посмеетесь, на самом деле, немного. Совсем немного. Карта гигантских открытых масштабных размеров. Огромных. И, как я уже говорил, на ней есть много чего скрытого. Это, кстати, оказывается не телепорт, это просто какая-то текстура. Привет дифрагерам, привет гибриду. Есть различные элементы, о которых мы узнали вообще буквально только сегодня. Есть вот такой телепорт, который телепортирует тебя вот из этой точки. Вот из этой. Вот сюда вот. Причем этот телепорт сохраняет скорость. Сейчас я, допустим, зайду в телепорт со скоростью, ну, хотя бы 100 км в час. Вот. Я выхожу из телепорта, и у меня те же самые 100 км в час. В принципе, это может помочь сэкономить немножечко времени, прям вот еле-еле, дай бог 0,1 секунды, может быть 0,2, если правильно в этот телепорт зайти. И более продуктивно использовать выход из него. Но пока не об этом. На карте есть еще также очень интересные элементы в виде вот этого, так сказать, райского уголка. Будем его так называть. Здесь, кстати, есть очень много скрытых предметов, как я уже говорил. Это патроны для рокета. И не только. Потом я вам покажу специальную демку, в которой вы увидите все секреты этой карты. Здесь есть также очень клевые часы. Я, честно, пока не разбирался в вопросе, как они были сделаны. И как так вообще получилось, что мапперу удалось сделать эти часы, которые показывают время, проведенное на карте. О, кстати. Сейчас, так, сетап. Во, вот так будет лучше. Слева показан сервер тайм, это первая строчка. Точнее, вторая строчка сервер тайм. Мы находимся сейчас на карте примерно 5 минут. И посмотрите, вот таймер абсолютно идеально точно показывает, сколько времени мы находимся на сервере. Я не представляю, как это было сделано. Нужно будет обязательно посмотреть в редакторе. То есть ровно 5 минут. Вообще, конечно, если бы я был маппером, я бы сделал этот таймер вот здесь. Чтобы можно было развернуться и посмотреть, сколько времени ты уже находишься на сервере. А в это место специально никто так бегать не будет. Вот. Ну, в общем, на этой карте нужно очень часто нажимать прыжок. Постоянно делать так, чтобы скорость росла. Вот, но у нас пока первое это медленное прохождение. Здесь наши пути на карте немного расходятся. Первый это направо. Направо пойдешь, путь найдешь. Налево пойдешь. Тоже путь найдешь. Эти пути могут использоваться как в ЦПМ физике, так и в ИКУ-3. Но большинство вот таких отклонений от нормы предназначены именно для ЦПМа. О, для ВКУ-3, пардон. Могу телепортнуться, кстати, наверх? Да, смогу. Что? Что это сейчас было? Это как? а что это такое на экране у меня сейчас произошло минуточку одну минуточку это как вообще что за хрень что за матрица о я я ничего не понимаю что происходит ладно едем дальше короче какой-то какая-то вагуля сверху на этой карте если вы там сильно разогнаться по правому направлению давайте наверно сразу я покажу чтобы вас примерно вы понимали как карта вообще выглядит вы сперва раза на самом деле не все запомните потому что здесь столько проходов сколько не было ни на одной карте наверное в жизни любого дифрагера так мы идем на правый пути мне нужно сначала вам правой показать сверху здесь можно добраться до наверное вот этого выступа да скорее всего так вот плюс можно поить пройти карту по самому левому верхнему направлении но она очень далеко находится потому что сейчас идет поворот вправо поэтому нам туда не нужно идти мы можем допрыгнуть до сюда сейчас попробую за пару прыжков это сделать если получится с первого раза и вот и после этого идет вот такой сильный затяжной прыжок на самый верх точнее самого верха на самый низ на самое дно на днище его сказал на карте очень много вот таких различных ям тоже славой которые тебя либо телепортирует либо дамажат их надо проверять потому что чтобы понимать какая из них что делает это важно сверху я вижу какое-то свечение который заметил только сейчас если я залезу пожалуйста наверх а то мне стало интересно что там может быть там что-то секретное может быть там ракета лежит о стронжер привет я тебя тысячи лет не видел тем тем кто пришел на долгожданный стрим дифрага привет так а там ничего нет там просто лава в общем все эти пути их надо все анализировать смотреть какие из них наиболее оптимальные есть такой балкончик сверху который скорее всего тоже кто нибудь будет использовать есть куча разных дверей которые к сожалению не открываются но очень прикольно было бы сделать если бы можно было бы выстрелить и открыть дверь ну взять что-нибудь например там что-нибудь прикольное это довольно оригинально для первого впечатления карте дальше идет поворот налево идет поворот направо давайте сначала наверное налево здесь все довольно просто обычные доски джамп от который нас кидает наверх и этот джамп от как вы уже догадались находится вот там вот справа то есть если мы идем налево мы падаем вниз и оказываемся справа ну можно подняться вот по этим рампам просто наверх помощью ящиков ну если к примеру вы не увидели проход слева это можно сделать и тут вот едем дальше справа вот эту возвышенность тоже можно на нее попасть только в случае большой скорости и что от этих вот рамп которые находятся вот тут вот после длинного разгона оттуда мы взлетаем на них подлетаем вверх я вам чуть позже покажу как и можно долететь вот до этого правого балкона дальше есть один элемент который будет использоваться скорее всего мало кем из игроков но если разогнаться на большой скорости врезаться вот в эти вот наклонные доски можно добраться сразу вот до этого этажа так лава на потолке кстати я думал что вот здесь что-то лежит ну там не знаю ракетница например какая-нибудь или еще что-нибудь в этом духе но к сожалению ее здесь тоже не оказалось тут просто туман то есть такой прикольный эффект там из тумана выходим мы видим как рассеивается изображение уже игра 99 года но как же классно все сделано реально дальше и это даже не половина карта чтобы не думали что она такая простая и легкая это всего лишь наверное ее 1 3 часть дальше идет мост на потолок на этой карте нужно смотреть гораздо чаще чем на какой-либо другой есть слик который тебе позволяет сильно разгоняться это скользящая поверхность помощью которой можно очень быстро набирать скорость дальше проход слева это скорее всего путь для вку-3 физики потому что в цпм и он использоваться не будет сликовые рампы специально которые позволяют тебе скатываться вниз чтобы не прыгать лишний раз анонс вк сделать ой кстати я здесь я даже забыл этого сделать я просто есть небольшая отмаза они я расскажу как-нибудь попозже блин забыл сделать она заранее сорян 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 где я а я слез сверху если бы я упал справа на после этой сликовой поверхности я попал вот сюда вот то есть вот мы двигаемся дальше вперед дальше и это еще не все есть период после которых мы можем вот так вот разогнаться и я должен показать как примерно это будет выглядеть не знаю смогу ли это сделать за пару прыжков можно кстати ни разу не пробовал нет опять неправильно нам надо на максимум кисель привет как дела ну в общем если правильно разогнаться то вот это наклонная поверхность тоже может подкинуть тебя наверх но в цпм это тяжело в кутри проще как-нибудь вот так вот наискосок на эту штуку зайти и подлететь на верхний этаж а есть также еще здесь так это я где оказался а вот это начало да то есть я пошел влево по этой пи она открывается о я только сейчас об этом узнал фига я не знал что она открывается я думал только другие открываются я правда не знал есть телепорт который ведет нас чтобы понимали где это находится просто чтобы более-менее начали ориентироваться вот этот телепорт снизу да то есть мы пришли вот оттуда мы прошли по этому мостику прошли по низу зашли в него и вылезли вон оттуда еще раз показываю это все для того чтобы у вас карта запомнилась в голове мы оказываемся на втором этаже и тут у нас три варианта куда можно двигаться дальше либо направо вот сюда вот кстати вот это по моему телепорт да это телепорт чтобы сделать еще одну попытку либо направо причем можно как здесь не понимаете каждый поворот каждый путь на карте он разветвляется на 2 на 3 на 4 вот один из них допустим мы поднимаемся здесь на по ящикам да и двигаемся дальше вперед дальше карта идет там да второй вариант это забираемся обратно по ящикам вот мы упали оттуда и идем по верхнему этажу можно вот поэтому мосту разогнаться и прыгнуть сюда можно пойти по левому направлению вот сюда то есть здесь получается три пути причем они между собой немножко пересекаются можно начинать через самое право потом перейти в центральное русло так называемое много чего интересного на этой карте есть чтобы на ней найти правильный путь это как нужно проходить требуется очень очень много времени это кстати штука тоже открывается но это уже мы знали это для основного прохождения в цпм физики у нас идет гигантская здоровенная комната в которой идет адская огромная рампа на нее тоже если мы упадем с большой высоты получаем очень большой прирост к скорости кстати топовые демки и вообще демки в особенности в цпм физики вам очень понравится я больше чем уверен это такой эффект завораживания скорее всего произойдет когда вы будете смотреть потому что демки будут огонь просто огонь так вперед это телепорт же да а нет это а кстати это просто стена то есть она даже не дамажит дальше идет немного странный мост почему он странный скажете вы потому что вот видите вот допустим уровень моего прицела где он находится да вот если мы идем влево мы идем все время по одной линии хотя мост сам по себе изогнутый но это сделали специально чтобы это выглядело красивее но чтобы не мешалось прохождению потому что когда на большой скорости ты прыгаешь по вот таким наклонным поверхностям которые идут вверх у тебя может произойти случайно лишний прыжок или прыжок может не сработать то есть ты можешь попасть вот между вот этих досок и скорость может вся потеряться вместо этого чтобы сделать просто ровный мост маппер решил сделать положить клип невидимый прыжки обрабатывали адекватно то есть это ровная поверхность чисто визуально он выглядит так на самом деле я не вижу в этом никакого смысла потому что мост мол можно было бы сделать просто ровным из-за этого на большой скорости поначалу хотелось раньше нажимать кнопку прыжка о квакер привет 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 давненько тебя не видел и вот в этой комнате самое веселое здесь вообще столько расхождений столько возможностей причем как она она уже догадались хочется прыгнуть сюда а нет этого сделать нельзя первый наверное показать стоит самый правый да вот на эту лестницу кстати стоит обратить отдельное внимание потом когда мы будем смотреть демки вы узнаете почему запомните вот эту вот лестницу правый проход просто по кругу мы проходим карту стрейфим как можем и заходим в телепорт но пока заходить не буду так это я где появился тебя часто дамажит как правило а здесь меня тоже бьет да у меня 20 всего осталось по пара пара пам 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 а в центре на этой комнате вот есть пара падиков один из них нам позволяет взять красную броню но она на самом деле здесь не нужна вот и тоже сликовая поверхность которая позволяет немножко разогнаться в принципе здесь ясно заходим в телепорт нас кидает вверх то есть мы оказываемся уже на верхнем этаже от этой рампы то есть мы вон там начинали вот вот по кругу по этим штукам залез зашел в телепорт и вот я двигаюсь здесь тут мы тоже разгоняемся изо всех сил у кстати доска на который тоже есть смысл упасть но при более хорошем стрейфе она не нужна ее можно перепрыгнуть то есть она ничего не даст итоге вот на эту штуку стоит обратить внимание потому что она будет использоваться очень многими игроками и вот эти вот тумбы на которые нужно будет допрыгивать в случае если ваша скорость будет достаточно большой вот причем тумбы сликовые то есть на них можно упасть и сделать такой резкий рывок вот резкий рывок и у тебя наращивается сильно скорость ну и это тоже как вы уже догадались тот самый слик сейчас в этой комнате кстати он туда наверх я ни разу не залезал мне кажется надо попробовать я не было времени заниматься этим зал залази ним по этим скалам это в принципе почти финальная комната скажем так пред финальная ее особенности ну в принципе никакие кроме того что нужно перепрыгнуть вот эту большую яму от вот этой вот горки вариант 2 который можно использовать прохождение этой карты уже в других физиках например в ику-3 это либо через вот эту лестницу ну как вы наверное догадались уже просто вот так вот по ней не запрыгнешь то есть это немножко не так не та лестница которая привычно многим можно пройти слева как-то вот так вот мы сначала начнем с демок в ку-3 физики потом уже с цпм а я думаю вас они сегодня очень порадует ну и здесь все просто перепрыгиваем это и проходим вперед здесь финиш на финише правда ничего не написано это какие-то инициалы что ли на стене это роспись или что это лета а финн написано кстати да я только сейчас заметил я пригляделся и не заметил надпись финн реально вот видите f и типа n ну херово написано конечно ни хера не понятно но если расфокусировать зрение то взгляд точнее можно увидеть финн молодцы какие вы внимательны ну а теперь наверное покажу свое первое прохождение этой карты чтобы вы понимали как карта в целом устроена так захват лоб чтобы ничего не видели так самое первое на всякий случай наверное ее сейчас папку перетащу так будет удобней так 1 поехали ой и чё буянишь так это мое первое прохождение карты самое-самое первое только запустил у нас был небольшой челлендж видите даже сверху написано сервер тайм 0 6 секунд мы с командой когда зашли только на карту мы решили зайти на нее одновременно и дойти до финиша вместе я победил да я смог найти финиш быстрее но правда это мне в конечном итоге не помогло но было довольно забавно вы бы слышали комментарии которые были в момент когда мы только-только увидели эту карту жалко я их не записал надо было потому что эмоции были самые неподдельные прям самые самые первые вот примерно вот так вот дифрагеры которые играют по 15-20 лет проходят карту в первый раз вот именно именно так в принципе почти как петрович в чате кстати привет петрович то есть в общем то очень даже похоже кстати петрович если ты не перебьешь мое вот это время я буду очень под большим сомнением обращать внимание на твои демки главная цель это просто бежать по прямой ни разу не падать ни во что не врезаться и все время делать так чтобы скорость росла но на скорости она проходится не совсем так как вам сейчас это показывает моя первая демка кстати плюс если вы уже запомнили карту но при этом на ней сами не играли в целом она запоминается довольно быстро уже после пары демок вы будете помнить ее в точности потому что элементы постоянно на глазах у вас будут повторяться еще рампа какую-то за первое время кстати на в первые дни мы очень долго вообще искали как куда идти какое направление выбирать какие телепорты использовать какие слики использовать поворачивать направо налево забираться наверх или проходить по низу это реально сложно на такой термайдерной карте как это это самое трудное найти правильный путь вообще найти финиш как минимум ну и все карту я таким образом прошел теперь хотел наверное бы сразу показать вам некоторые секретики этой карты демка идет шесть минут но я ее сейчас немного ускорю совсем немного 5 сейчас 15 15 15 посмотрим ее полтора раза быстрее на карте очень много секретов очень много спрятанных элементов и честно признаюсь я даже не пытался их особо искать но пару товарищей подсказали ну и заморочились могли стриму а цх спасибо тебе за демку за подсказку это не просто прохождение карты это именно поиск секретов он взял броню взял патрон для ракеты теперь самое главное нужно найти рокет и вернуться назад заходить в телепорты вот он нашел как раз ракету у него две ракетницы которые он может использовать честно сказать я офигел от того что мы увидели потому что я увидел в этой демке то есть оказывается мапа ну действительно сделано очень круто но я считаю такие карты не должны быть на дфц просто потому что таких карт в интернете в обычный онлайн игре полно их слишком много их и так достаточно то есть карты чемпионата мира должны быть абсолютно уникальными и не похожими на все остальные и в дизайне и в ландшафте а таких карт много и много тысяч в интернете ничем абсолютно не отличающиеся от этой а сам будет пытаться залезть направо у него не всегда получаю не всегда получалось первой попытки по этой лестнице можно было забираться нормально через пять минут уже будут результаты с карты я вас более-менее познакомил 10 минут мы будем смотреть результаты традиционно после 11 вечера и потом перейдем уже к просмотру демок и к обсуждению самых крутых дефрагеров в мире так он взял батл с юит эта карта не уникальна она такая же как все карты в инете а вот теперь в одной из лав можно упасть вниз и добраться до телепорта который тебя телепортирует куда someone found something у него есть regeneration и хук и хук здесь сделан тоже не просто так хук это полный аналог спайдермена если вам так понятней с абсолютно такой же механикой если вы играли в спайдермена когда-нибудь вы легко управитесь с хуком но карт с хуком практически нету в дефраге к сожалению это оружие не особо популярно это очень избранные мапперы иногда на своих картах его применяли пека поставьте пеку если вы поняли о чем я вот а теперь есть интересный момент та самая темная зона на который я однажды посмотрел но не дал понять что же это означает он забрался на самый верх и добрался до места где лежит абсолютно все что есть в игре все патроны все квады все оружие то есть вообще полный боекомплект собирай как говорится и в бой тут есть все шардинки квад battle suit хейст граната бфга ракета рейл красная броня штука для полета перчатка аптечки тут все лежит абсолютно и кстати невидимость тоже очень забавно вот за такие штуки я люблю кстати карту карты но мало кто уделяет этому внимание он не стал брать штуку для полета потому что за бфг это гораздо проще ну и дальше он будет доходить до финиша в инвизе кстати да и сделать довольно прикольно с точки зрения когда будешь мувик смотреть моделька будет практически невидимая прозрачная это будет довольно прикольно выглядеть одной из карт я помню делал реген чтобы моделька все время красиво мигала думаю на следующий сделаю инвиз давно меня такая идея посещала слава богу что конечно эта карта не проходилась рокетом скрытым рокетом это чисто карта на распрыжку я несколько раз сейчас попробую ее тогда пройти для вас чтобы вы понимали как она вообще устроена и потом будем мы вам рассказывать о наиболее таких сложных элементах ну во первых это старт то есть стартовать можно от самой дальней точки можно самый ближний чем от более дальней тем позже начнется старт таймер и тем более выгодный выгодное начало для нас будет в принципе сложного в карте вообще ничего то есть любой абсолютно дифрагер будь то новичок или опытный сможет пройти карту до финиша главное чтобы его скорость постоянно постоянно росла а три минуты спасибо сейчас наверное буду стартовать как сам по старинке немножко как говорится концентрация сложнее всего это поворачивать на поворотах то есть примерно вот так вот можно проходить карту можно запрыгивать сразу на вторую рампу взлетать вот так вот наверх можно залетать на второй этаж использовать слик падать вот на эти рампы на огромной скорости пролетать ее всю вот эту карту стрелять по дверям падать опять же на рампы получать дикое 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 ускорение вот и использовать слик чтобы он тебя перенаправлял и финишировать карту ну как-то примерно вот так вот ну и через одну минуту мы посмотрим с вами результаты этой мапы узнаем кто же самый быстрый дифрагер кто самый лучший стрейфер причем конкурентов даже не конкурентов а претендентов на то чтобы попасть в топ-10 на этом турнире в стрейфе довольно таки много достаточно точнее достаточно чтобы не даже не пытаться вообще в принципе в топ-10 попасть слишком тяжело в него ворваться потому что стрейф это наиболее простое и но не то чтобы совсем легче это чем оружие в чем-то конечно легче но стрейф любит все строить прыгать просто нажимать на прыжок и поворачивать мышкой умеют все для этого не нужно какие-то каких-то специальных навыков до мр я знаю тебе эта карта на две минуты ну я прошел ее первый раз за полторы минуты первый раз раз ждем результатов так результат ребята уже есть начинаем смотреть результаты доступны сейчас только мне поэтому мы смотрим 93 место кисель 5 минут ты решил все таки отправить демку в цпм физики когда мы будем смотреть в q3 а именно с в q3 мы наверное начнем но то что демок порядка став цпм это понятно вопрос только в том сколько их в q3 в q3 я еще раз напомню это самая длинная карта в истории дфц она безумно сложная там столько путей столько возможностей столько мини срезок столько мест где можно сократить время как микро моментов макро моментов и не только так смотрим 5 минут пока известных ников не видно хейс это не хейст это хейс в принципе я думаю что выиграет эту карту явно не русский игрок а какой-то зарубежный либо швед либо бас из нидерландов хотя адриана будь моего ли вообще исключил петрович 72 место 53 секунды неплохо петрович наконец-то начал немного падать в игре больше на 3 секунды быстрее моего вот этого финиша гарты в q3 демок будет мало я думаю даже меньше 50 она реально тяжелая но времени играть не было на ней вообще если на предыдущих картах хоть как-то время было последний день поиграть в q3 физику то на этой карте нужна неделя для того чтобы поставить более-менее приличное время на ней я прошел карту до финиша буквально два раза ее реально очень тяжело финишировать желти мусорейнен sky новичок morbid столько русских два американца внизу тим был уже 60 место я говорил что я скорее всего даже не попаду в топ-50 но я не знал что демок будет не так уж и прям супер много ник прислал 50 секунд что-то как-то вообще видимо от балды карта тоже прошел но на в q3 физики как правило специализируется больше я поспорил даже с одним товарищем что я не попаду в топ-20 и по идее я не должен туда попадать потому что это тяжело тяжело на стрейфе с хейстом с таким количеством рамп и горок принципе получать хорошее время и в q3 демок до сих пор нету уже 49 место идет прогнозы для топ-1 я думаю что первое место будет в цпм в q3 физики вообще без понятия наверное минута 20 может быть минута 25 может быть 20 не знаю честно наверное где-то в районе этого в цпм физики первое место думаю будет ну может быть какие-нибудь 43 у индора и то если он покажет что-то ультра невероятное кривая ссылка на дифраг нет о сорок первое место в q3 физики москал попал в топ-40 молодец неплохо рядом с альмерой вам стоит вместе тренироваться абибас хорос дамнет лайт показал довольно таки плохое место в цпм 48 секунд так у нас время есть спешить то не надо сильно так псайджел блин ну что спасать живом случилось он вообще забил на dfc реально топовый чувак с очень выскрытым скилом даже на стрейф прислал просто божескую демку за две минуты миша не отправил демку за 211 рядом с иглом видимо игл тоже на нее забил так 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 здесь уже пошло поинтересней давайте давайте помедленней мишань мне кажется надо было тебе вместо него играть на всем турнире ой жесть димонор тоже от балды демку послал роковое место китаец 46 секунд сделал на этой карте копчик минутку 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 копчик он разве это не единственная карта на которую демку отправил просто я раньше по моему не видел или я просто забыл китайцы 26 место он тоже могу поставить лучше время копчик вернулся два раза финишировал мапу но если серьезное время уделять то минуту 30 наверное я бы сделал это как бы наверно потому что я думаю что там есть много путей которые пока что еще не были даже изучены не было 24 оша я смотрю здесь не закреплена нету не тути фрути я до 22 место мишань с тебя пиво я не попал в топ-20 я выиграл пивас хотя и пиво не пью этот меня перегнал было нереально сложно этой карте поставить крутое время водичка 19 место о винтер 20 место даже очень сложная мапа настолько сложная насколько даже не сколько сложная сколько слишком длинная посмотрите какое время у каждого игрока минута 40 минута 50 у кого-то вообще больше двух минут мы смешание поспорили что я не по я не попаду в топ-20 я думал что я в топ-30 не попаду просто решил поспорить ради спора в итоге я выиграл джока михаэль ну что сказать гризли чем ближе к концу турнира тем больше людей кладут болт на турнир так было всегда абсолютно всегда 17 место в бэнджи ньютрик ньюбрик ньюбрик точнее нос пуп капкорп блин обогнал меня на двух картах капец но это не моя стихия это абсолютно не моя карта и даже если бы сегодня весь день сидел и играл бы я бы был бы где-то ну где-то вот 17 18 то есть больше я сделать рекорд не мог ни карта никак не поддавалась потом чуть позже объясню почему 15 место enter 14 место мишаня 45 и 9 молодец наконец-то сделал 45 секунд да мне твой твойт в уку-3 хорошо прошел 137 нормально весьма достойно кэт занимает 13 место сайр от лид торнер сайрекс о кисель наконец-то на стрейфе поиграл неплохо 132 нормально кислый нормально весьма весьма неплохо фрегант немного подсдал кстати открыто я ожидал гораздо выше результата ну как минимум там минуту 25 или чем такое и самое интересное первое десятка 10 место в уку-3 поем физики овчаркин 45 и 7 овчаркин кстати я рассчитывал что он получше время поставит он же сейчас затрачивает много торнер молодец на второй карте было 13 место на этой карте 12 явно на стрейфе хорошо парень играет девятое место вуде enter vq3 физики блин вуди девятый кстати все время был только в топ-10 а сейчас из топ-10 чуть не вылетел не стрейфер совсем я вообще с хейстом стрейфить не умею и на рампах играть не умею в таком количестве и на таких скоростях по 300 километров в час я тоже играть не умею это вообще самая жесткая мапа для меня для меня в принципе даже 2 было более простая восьмое место cmc ухты мы кстати не пообщались оказывается это не маппер который делал маппаки cmc это новый чувак который играет вам там не помню с 2013 что ли года я забыл восьмое место биби сверху еще должен быть хейст хейдос бас индер хокс ой 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 интересно интересно восьмое место так седьмое хокс только один человек у нас попал в топ-10 берсеркер попал на седьмое ухты но на самом деле вы к 3 физики любой кто этой карте много времени посвятил бы сделал бы как раз вот топ-10 время и упиралась во время она была слишком длинный цпм все очень плотно на каждую секунду будет по 10 20 демок это и так ясно то я место монтор 45 и 2 гопер шестое место в кутри пятое место хейдос китаец на пятом месте в кутри обалдеть надо брать его в команду сверху получается еще адриан индер бас хейст роман четвертое место у парня о боже мой кто же тогда не прислал демку неужто адриан здесь получается у нас скейтер шайн и декс третье место рейкер и скейтер на третьем то есть индер адриан пас хейст четыре человека которые могут быть в топ-2 в цпм но при этом они отсутствуют внизу 4 человека и двое из них демку не прислали традиционно для буржуев которые кладут хер над fvc под конец третье место скейтер красавчик чувак ну и здесь получается шайн с дексом это понятно вечная борьба а вот кто из них первый а кто второй мы узнаем прямо сейчас да так второе место бас шайн на вк-3 физики получается первое место уже сто процентов декс но если конечно отправил демку и тоже занимает первое место индер адриан или хейст боже только не хейст пожалуйста только не хейст только не хейст мешать ты здесь я хочу слышать вашу реакцию и так внимание дорогие друзья мы смотрим а декс и эндер ребят традиционно так всегда поверьте человеку который участвовал на 6 чемпионатах мира так всегда вы а теперь отдохни зерк потому что 3 фрокс он же хейдес тоже нам дышит в пятке да 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 блин невозможно она сейчас обогнал что с буржуями на третьем четвертом месте как как они вообще как я не знаю откуда такой лютый стрейфу ребят фу ну я выдохнул что это не хейст вдохнул что потому что это хейдес прям вообще хейкер квазар вообще пофиг хейст просто находится на одну ступень ниже всей нашей команды мы там втроем идем в турнире на таблице вместе по основному посеву вот показываю его на экране 10 место энтер 11 я мишане 12 и хейст дышит всем нам в задницу но он демку не отправил уже но китаец в кутри вообще меня удивил кстати чё сейчас в кутри одинаковое количество птсов на ты что интрига седьмой раунд седьмой раунд просто чемпионы должны выложиться оба должны просто выложиться да получается все определиться в самой последней финальной карте в кутри физики кстати еще раз напомню что призовой фонд турнира 2500 долларов не так ты объявляешь не тысячи пятьсот понимаете даже по starcraft у столько нету ты прикинь в кутри разница две десяток секунды на карте длиной почти полторы минуты я в шоке если честно это будет финальный battle ой как мы обосрались то на этом стрейфе елки-маталки 44 1 заметь 44 1 я вообще ставил на сорок три от индора как раз но почти можно нету зерк на берах нужно одно дело просчет другое дело просчет и минус одну секу вот это неправильно делать как я рассчитывал не буду говорить я даже скажи на демки будет смотреть так 6 мапа сейчас посмотрим но ребята сразу говорю в кутри физики на такой длинной карте смотрите демки бессмысленно они реально ничего не дадут тем более карту я вам принципе медленно показал ой спасибо большое черт я тебя пивас проспорил так ну а теперь мы посмотрим с вами демочки ребята я тогда на канал ниже уйду и подключайся тогда сейчас кто-то уйти то а вот так шестая карта в кутри физика и погнали в принципе могу вам показать демку мишане он один раз прошел карту до конца тупо один раз финишировал и все 7 карта очень сложная это финал чемпионата мира он очень жесткий шани в кутри физику вообще играть не умеет он в принципе в кутриник никогда не играл максимум что он знает что нужно нажимать на кнопку вперед и вбок чтобы скорость росла ну в общем как и в цпм в повороты здесь входить нельзя просто офигеть траекторию он выбрал да он тоже пошел по низу так было гораздо проще но медленнее на 5 секунд ой шедо неудобно демки показывать честно очень-очень неудобно они очень длинные на в кутри физику мы сейчас потратим полчаса а потом уже детально перейдем к цпм потому что в цпм опять же очень очень много аспектов о которых подробно расскажем москва молодец неплохо выступил достойное время поставил вышел из 50 в кутри очень сложно поворачивать на скорости особенно сбрасывает скорость неимоверно сложно то есть только кнопкой назад зерк это же стрейк может все таки пульс полоски а думаешь надо ну просто не может немного гила давай хотя власть сейчас тогда я сделаю пока у нас есть время может хотя бы цигас ты думаешь есть смысл ну в цпм сто процентов пока три не обязательно хотя бы тоже как сделать прозрачный snap последнюю цифру 0 сколько там либо один нифига не работает никакой разницы нет нет ни у аскар первая называть начинается а корр с нам блинов эти команды дурацкие просто не хотелось бы всеми полосками захламлять экран потом она дымки не буду показывать все в кутри они реально будут отличаться мало чем каждый найдет просто свои пути которые захочет но три четыре пять шесть семь восемь девять десять раз два три пять семь восемь девять десять а тут 20 демок ровно ну вот тогда мы их и посмотрим так 20 это 40 минут кстати почти но быстренько свой кутри как говорится отпинаемся посмотрим какие пути заюзал в кутри можно как практически в каждой комнате проходить что одним способом что то что другим то есть каждый выбирает как правило с путь в зависимости от своего скилла и возможностей то есть кому-то что-то давалось сложно кому-то легко но благо здесь очень огромный выбор и каждый может выбрать наиболее оптимальный для него путь ну да топ-10 на топ-20 наверное жестко давайте топ-15 вот эти как раз первую первую срезу использует винтер вот с помощью вот этой доски он подлетает вверх и не идет влево в телепорт потом забирается по тем самым ящиком и проходит уже сразу по верху кстати чекпоинты надо включить что-то я забыл включать чекпоинты вылетел из башки ой ну куда ж тебя понесло винтер налево-то не знал что двери открываются с перемета смотрите он две секунды мне уже проиграл было пять с половиной сейчас 36 вот эту штуку которую сейчас использовал винтер я не узал какой-то причине по очень странной причине они не будут прям совсем одинаковые в цпм физики тоже в топ-10 все демки будут одинаковые и означаться они будут очень мало чем на самом-то деле тут очень много дорожек имеет смысл смотреть все-таки демки потому что у кого-то что-то получалось и он делал эту срезок у кого-то не получалось он не делал сейчас очень плохо что виттер не использовал стенку вдоль которой он мог прострейфится это дал бы ему больше скорости на повороте то есть когда поворот идет резкий под 90 градусов нельзя в него входить и сбрасывая скорость полностью то есть останавливаться и начинать с нуля распрыгиваться ни в случае так делать не надо давайте чуть-чуть пропустим ребят давайте давно это глянем топ-10 весь и некоторые выборочно дырки в стенах по-разному что-то из них дамажит где-то что-то используется в качестве телепорта где-то просто декоративные элементы как ты думаешь хокс будет ли кто-то использовать вот этот вот телепорт в начале из впереди которые вам даже не знаю вряд ли наверное он как-то сохранял скорость похоже да 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 сохранял полностью он пару псов по-моему давал вроде одно знаю точно первых 2 демки будут убер крутые да не уж или заюзать все срезают этот они на самом деле очень многие есть очень сложную да особенно 1 например который использовал данный он нашел да в цпм я покажу весь топ-20 там демки более бодрые и веселые не надо было налево поворачивать честным в кутри физики мне эта карта понравилась больше цепи имя это адская жесть ты и вдоль стены и молодец да видно что в кутри он делил гораздо больше времени этой мапе хотя в цпм он выступал до этого лучше руки уже затряслись да 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 видно что трясутся вот как раз о нифига это доска подкидывала как офигеть чем низко так то очень выгодно обалдеть это прям сразу плюс 5 секунд от моего времени хрена слушай ну из минуты 30 вообще здесь выйти легко ну я бы не сказал прям легко но посидеть денек другой но это срезы много давало действительно хит он всегда хорош Оооо, Брейкер, привет! Доброе утро на 6-мапе Брейкер в чате, в отличие Можешь передать мне что-то Иногда я... А, это МЦ тоже Иногда я могу читать чат на Twitch Но не так много времени для тебя Сори Про русскоязычную аудиторию Как-то узнал кто-то в чате, да? О, он меня похвалил за 5 раунд Тэнкью, тэнкью Ничего себе Пора для англоязычного Содружество стримить Я смотрю, даже в топ-20 Ребята использовали, не открывали дверь Пулеметом, а проходили по широкому Кругу, по внешнему Ну, было ли это выгодно А вот, кстати, еще одна та лестница Которая подкидывала так высоко Обратите внимание на какую высоту Кэт взлетел Но после этого почему-то он начал стрейфить влево Разве вправо нельзя было? Потому что очень тяжело вправо, очень тяжело Да ладно Вроде за один прыжок же, не? Ну, какой за один прыжок Там даже с ящика, по-моему, можно было допрыгнуть И вот Кэт не использовал вот эту доску Слушай, я реально не понял, как его доска так клево подкинула в сторону Надо будет пересмотреть в топовых демках, если кто-то завязывает Ну, только вы будем пересматривать О, да Ну, давай На 0,1 Блэк, пообщайся там с товарищами на твиче Удели им время, а то у нас времени на них нету Эмм Так, Бригант, Россия Таймскейл Давай, чувак, вперед Хейст позволяет гораздо быстрее набираться скорости Гораздо быстрее То есть с ним играть намного проще Развивать скорость больше 150 км в час Ужасно тяжело в Квейке Но с Хейстом это в разы и в разы и в разы проще Хотя здесь очень многие рампы Вот эти гигантские, на которые ты падаешь Они сразу дают плюс там 30 км, 50 км Они очень сильно спасали в таких ситуациях Проход влево Причем Кэт до этого использовал правый проход Кэт пошел влево И вот как раз тот самый прыжок, который мы пока что ни разу ни от кого не видели Я потом А, я же не показал в начале Кэээээ точно, я ж не акцентировал на нее внимание Гыгыгыгы Надо будет показать в демке Я думаю в одной из следующих демок мы еще раз увидим этот элемент Вы поймете в чем смысл Вот на этой лестнице очень тяж горло попасть на большой скорости Так чтобы она подбросила, именно наверх правильно По прыжкам Ну, лично у меня за те две попытки, что я делал Не получилось ни разу эту лестницу заюзать Но она экономила сразу прям 5 секунд То есть ее обязательно нужно было использовать И лестницу в конце тоже надо было юзать Вот, посмотрите, на какой скорости сейчас двигается Бригант И его пробрасывает вперед Спасибо, Экс В конце еще вот в этом месте я частенько падал вниз Не долетал вот до этой доски 1.33, бригант Ну что, кисель, пошли, топ-10 Кисель, нормально Хоть где-то выступил неплохо Ееее Засмотрелся игрой киселя Безумно длинные демы Ох, кисель как прикольно соскочил Он тоже заюзал вот этот Очень непонятная доска на самом деле Она под таким странным углом стоит И реально непонятно, как на нее заходить Так, чтобы она тебя грамотно кинула Вверх Очень поздно кисель развернулся влево, чтобы входить в поворот Вот эти ступеньки я в особенности любил Каждую из них причем Может быть, конечно, и в АК-3 никто здесь не допрыгивал сразу с этой дощечки А может быть Просто в ЦПМе было просто Я не тестил, я не знаю Ох, руки трясутся у киселя, жесть Ха-ха-ха, вы только гляньте Пипец вообще Наркоман в дефраге Ха-ха-ха Минута 30 Минута 32 Но у первых мест на 10 секунд быстрее То есть там, скорее всего, использованы все срезки Ха-ха-ха Какие только были Вот это окошко тоже можно было использовать В принципе, путей здесь много Какой из них наиболее быстрый и оптимальный Мы увидим только в топовых демах Так пока, на взгляд На скидку сложно сказать Если ты хотя бы один из Необходимых путей не использовал То твой рек уже гарантированно будет Там на 3-4-5 секунд Слабее всех остальных И вот, смотрите Здесь есть пила, которая Как бы является элементом декора На карте Но если прыгнуть на нее Самую дальнюю Самую верхнюю точку То можно долететь Вот прямо досюда Там пила, которая якобы пилит доску Забыл ее показать В первом прохождении карты Но в ВК-3 эта карта, конечно Наверное, всем ВК-трикерам Ну, большинству ВК-трикеров Вряд ли понравилась Потому что она была действительно Хардовой Почему? Потому что Вот такое количество рамп В одной демке Еще и на картах Которые идет полторы минуты Юзать все это очень тяжело То есть, любая ошибка и все До свидания Кстати, демка бота будет на этой карте? Какие-нибудь 37 О, хорошо разогнался в конце Сентинелл Возможно, попозже Ладно Ждем Да, пила, скорее всего, была Там именно для этого поставлена Потому что она Идеально дополняла ВК-3 траекторию Дорожку Энтер Все демки будут различаться Это 100% Настолько вариативная Разнообразная мапа Это Что-то с чем-то На чеке плюс ноль Настолько вариативная Да Привет, Данил Спасибо огромное Не расстраивайся Не расстраивайся Все будет В следующем году Автор карты не присылал демку На этом чемпионате Ой, блин Не ту кнопку нажал Хотел замедлить Попасть на эту пилу Достаточно сложно Ну, если потренировать Каждый из элементов В отдельности Хотя, честно скажу Не на каждой карте Удобно тренироваться Потому что Если ты прыгнешь Допустим В любую точку Чуть правее Чуть левее Траектория будет совсем другая Скорость будет все время другая Кстати, не факт Не факт, что именно Маппер придумал Например, эту пилу То есть И карту же тестера Еще проходит Тот же организатор Аякс Который мог Понять, что там Это стоит добавить И, например, потом Добавили уже Ну, пару раз сделать Как говорится И подправить Где ее поставить Грубо говоря Вот он первый прошел Вот этим вот Более коротким ящиком Направил Я говорил, что не сложно Ну, вообще-то Он говорил, что Это было очень сложно Ну, начало было Тоже не из легких Ну, он первый, кто прошел Сейчас таким путем И не факт, что еще дальше Все пройдут Посмотрим Наработок в этой комнате Было Убер много Ну, вот Сейчас, чтобы вы понимали Хотя Ну, ладно Короче, у нас есть Гигантская папка Там где-то порядка Наверное Тридцати Чуть ли не сорока Демок С различными путями Вариациями И Комбинациями Прохождения Различных комнат То есть К примеру В первой комнате Вот здесь в начале Ты выбрал способ Прохождения Через лево Или через право Как сейчас идет ЦМЦ Значит Он уже не может Использовать Некоторые траектории Которые можно использовать Через проход Влево Вниз Когда падаешь Вот от этой маленькой Дощечки Взлететь вверх Очень тяжело Я бы охренел Это делать Честное слово Но она позволяла Сэкономить Прям сразу Секунд пять Она с такой Скоростью Подбрасывает Тебя вверх Что ты просто Вот смотрите Еще раз Все игроки Разгоняются По одной траектории Здесь надо просто Выучить Какое количество Км в час Нужно И именно От этой пилы Дальше Проходится Вообще Мое мнение Либо эту карту Реально Тестили Прям Убер Охрененно Потому что Все пути Которые здесь Делаются Они как будто Ну как Запланированные Как будто Реально Вот маппер Запланировал Все возможные Способы Ну да Аякс Во-первых Очень хороший Играет Веку 3 И он я думаю Тестировал Эти моменты С ящичками Всякими С пилой Я надеюсь Что-нибудь То есть Все эти срезки Они были задуманы Их тут Очень много Очень сложно Я даже Не знаю Заставлять Людей Играть На таком Да Вот тоже Доска Как она Офигенно Кидала Я думаю Дальше Все будут Доску Юзать Потому что Скорость Здесь Просто Огромная Класс Офигенно Кстати Он смотрится Очень бодро Да И при этом На 5 секунд Хуже Первого места Так Начало Он делал Начало Как я Мини Блитджамп Такой Мини Да Семсей Это Гуд Реально Гуд Семсей Ты стрейфер? Он 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 Фрагпоер О Круто Берсерк Долетел Смотрите До самого Верхнего Этажа Обалдеть То есть Он Не потратил Там Вообще Времени На Лишнюю Ступеньку После Стрейфа Ну Говорит Что Он Стрейфер В основном Как у Него Руки Трясутся Брикер Или Брейкер Как правильно Брейкер Наверное Брейкер У него В нике Кл написано Такой Клайф Наверное играет Ну Да Брейкер Будешь играть В следующий Раунд Может Ты уже играл Замечательный Мувик Как раз Гопера Безумно Динамичный Интересный А Сомневается Виер Брейкер Это Тоже Тоже Для тебя Для тебя Для тебя Мы очень Надеемся Что он Забьет На финальную Мапу Да Гопера Тоже Подбросил Наверх Слушай Я смотрю У Гопера Вообще С ваку Три Все Не то Что Хорошо А Прекрасно И в стрейфе Он вообще Очень Очень Хорош Так Пилу Он Заюзал Раз Пила Гораздо Проще Чем Ящики Внизу Но столько Путей Запланировать Это Просто Причем Реально Понять Какой Из них Быстрее Очень Сложно Нужно Все Оттестировать Чтобы Принять Решение Каким Путем Играть В итоге Такой Нервный Момет У него Был Еще Просто Пришлось И не Сбиться При этом Он Не Смог Направо Видимо Да Ок Брейкер Я понимаю Ты Хорош Гоп Не Гоп Красава Вообще Твердая Топ Три Топ Пять Молодец Так И Четыре Пятое Место Не Ну Роман Молодец Четвертое Место Занял Скейтер Третье Четвертое То есть Во многом Здесь Идет Борьба Ну В основном Зачете За Первое Второе Место За Третье Четвертое За Третье Четвертое Пятое Короче То есть За топ Три Будет борьба Между Скейтером Романом И Гопером Причем Они В Оверал Резалтах Идут В такой Последовательности А здесь Они сыграли Скейтер Роман Китаец Гопер Ну Близко Все Правда Сайджейл Почему Забил Непонятно Давайте Посмотрим Китайца Ну Я думаю Брейкеру Мы надерем Задницу В финальном Раунде Как минимум Даже если он Будет играть Даже если бы Он играл Серьезно Ну да Хорошо надерать Задницу Не играющего Человек Ничего И так И так Надерем Я тут Очень много С дефрагерами Пообщался За последнюю Неделю В дискорде На канале Дефраг Довольно Активно Люди Все обсуждают Так что Подключайтесь Добавляйтесь Не забудьте Про Дефраг Тачка Ру Там есть Куча Полезных Демок Форум Ссылок На многие Вещи Там есть Дефраг Можно скачать У меня На стриме Под стримом На гудгейме Поэтому Не забудьте Попробуйте Свои силы Ну и гайд По дефрагу У меня небольшой Есть Вообще Есть желание В следующем году Побольше контента По дефрагу Сделать Гайд По оружию Какой-нибудь Запишем Такой базовый Как минимум Потом уже Продвинутые Ооо Прикольно Единственный Выку-трикер Ух ты Вот что ему Это дало То есть Он разбил Открыл Стекло Ну Дверь То есть Открыл Но подлетел Правда Плохо И Не смещался Вправо Как все То есть Он изменил Траекторию После стрейфа От той дощечки Что это ему Дало Минуту 26 Не Ксас Вообще Хорош Хорош Вку-3 Даже лучше Чем ЦПМ Стал играть Так Роман Четвертое место И после этого Переходим К жесткому ЦПМ Ребята Там все Гораздо Гораздо Страшнее На этой карте По сути Каждый игрок Должен был Сделать В четырех Местах Правильный Выбор То есть Правильный Путь Выбор Для стрейфа Чтобы По прыжкам И по прыжкам И по скиллу У него Получалось Этот путь Выполнить Как думаешь Первое и второе Место Будут Абсолютно Похоже Ну я думаю Да Если они еще Разные будут Да не Какой жесткий Стрейф Сколько же Вариаций То Придумано Было Жесть Я думал Только в ЦПМ Столько Придумали Вариации Нет Выкуторим Тоже Не Не Как раз Выкуторитесь Путей Гораздо Больше Он Вообще Паузы Видео Нет ЧПМ Тоже Очень Много Ну там Сейчас Мы Видим И Джан Пошел Через Право Ну Чуть Другой Путь Это Был Более Очевидно Видимо Путь Поэтому Тоска Молодец Дфц К3 Дф.org Сайт Чемпионата Мира На Дфрак.ру Можете Посмотреть Новости И Там Легко Найти Ну Что Открываем Тройку Призеров Скейтер Он же Икс 8 Лютая Мапа В Угутри Физики Мне Кажется Маппер Этой Карты С Таким Количеством Рамп И Срез Просто Вот За Всех ЦП Эмеров Отомстил Просто Разом За Весь Чемпионат Я вижу Я вот с каждой демкой вижу, что все быстрее и быстрее игроки играют И у них выше и выше скорость Да На каждом участке, кстати А, в смысле растягивать Чекспоинт АСД Поясни Следующий ЦП ЦП Вот так Дернулся на дверь Как будто бы За Аимил Просто Да Ну вот был более казуальный Способ прохождения Этой Дощечки Не сразу вверх А влевее Чуть Зато это Хотя бы Проходимо Довольно-таки Ну, почаще И быстрее На два прыжка Ой, как он Низко Подлетел Вообще Вах Слушай, минута 22,6 Второе место 22,4 Первое 22,2 Обалдеть Плотные таймы В ЭК-3 Ну, так всегда было Топовые ЭК-3шники Мало чем Друга-друга Отличаются Ну что Второе место Шайн Юкрейн Он же Стрэнджон Так Смотрим Топовое прохождение Ой, я так же начинал, кстати Через Вот эти верхние балки Ну, почему Не дошел так же Жизнь-боль Ох, с какой же высоты Господи Он сейчас упал вниз Тумаса идти Но вот этот чекпоинт У него на 500 Хуже, чем у Гопера И у Скейтера Он подлетел Слишком Низко И не долетел До нужного этажа Но получается Он выиграет За счет чего-то дальше Я уже чекпоинты Просто некоторые запомнил Вот этот поворот Очень решающий Вою физике Вот тот, кто проходит Правильно эту комнату Вот в этом С этим падением вниз Тут имеет очень хорошие перспективы На прохождение всего Остатка карты Игроки настолько часто И сильно временами Сжимают мышку Во время стрейфа Что случайно Нажимают и выстрелы У тебя такое часто бывает? Нет А у меня бывает Я хладнохромный стрейсер Вижу стрейф Прохожу его Я человек простой 22,4 Ну, хорошее прохождение Шайна Честно сказать Я, наверное Думаю, что ребята Могли бы сделать 20 секунд Если бы совсем Упоролись по жести Ну и давайте посмотрим Первое место Декса Который выиграл Шестой раунд Я думал, кстати Что кто-то из них Не попадет в топ-2 Даже на такой мапе Но Очень многие Скилл есть скилл Но они доказали Традиционно Уэк Ты про что? Ого Багом? Да Мощно Пила Траекторию так Интересно, какие у них между собой чекпоинты Вот, Джалка, мы не можем узнать Посмотреть Ложное место Вот этот поворот Самый-самый решающий Особенно в ВК-3 Потому что он направление Всей длинной прямой Вот этой задает И то, как ты зайдешь Вот, например На ту же самую Вот эту Лестницу Ну-ка, Декс И сразу наверх Да Иначе и быть не могу Вообще паузы не сделал Ни одной Хотя там Чуть Чуть раньше Чуть позже Уже не получится Да, то есть От того, как правильно Тебя подкинет Доска Точнее, этот Лестница Зависит от того Как ты зайдешь на доску Декс Ну ты красава, конечно Машина Красава Мужчина Подсказывает то, что Топовый роуд на старте У Х8 все-таки Ну действительно У него были Было под чеком Лучше Демка Джео Но на 2,5 минуты Я не думаю, что там Есть смысл ее смотреть Самое веселое Это ЦПМ, ребята ЦПМ мы посмотрим Побольше демок И здесь же как раз Объясним вам Много-много-много-много Самых разных элементов Игры Которые не применяются В ВК3 физике Прямо вообще Вообще Фафан, ну потом покажу Может быть Потом Ну Джо, скорее всего Не играл Скорее всего 2,5 минуты Как ты думаешь Думаешь, играл Или нет? Думаешь, он бил первое Прохождение? КЗ Так, ну че С какого места Начнем? Ну обычно Больше всего фанатов Тебе будет Петровича Для начала Так 58 секунд А, после ВК3 ЦПМ смотреть Гораздо круче На этой, кажется То есть Теперь будут Скоростные Прохождения На огромных Огромных Скоростях И затяжных Падениях Ну 44 Для меня Это, конечно Вообще Нереально Даже Хокс Сделал 45 45,9 Это предел Моих Вообще Мечтаний Возможностей О, видели? Вот я говорил Что эту штуку Будет кто-нибудь Юзать Но я не думаю Что многие Так, ну Все-таки При таком прохождении Это было Эффективнее Чем обходить слева Так что Правильно Теперь пора Наверное Высказать о некоторых Элементах этой карты Что самое главное На всех рампах Которые Тебя подбрасывают Очень высоко Надо стараться Подлетать Не очень высоко Наоборот То есть Заходить на них Под правильным углом Так, чтобы они Кидали тебя Больше вдаль Чем высоту То есть Корректировать свою Горизонтальную скорость Относительно вертикальной Нужно за счет рамп То есть То есть Чем правильнее Ты зайдешь На рампу Под более Правильным углом Тем Меньше Скорости Ты потеряешь Та, которая Подбрасывает На сверх И тем Ниже Ты подлетишь То есть Тем меньше Шансов Что ты Врежешься В потолок Поэтому И на все Рампы Нужно заходить Очень Под Сейчас Острым углом Да, спасибо И Стараться Очень плавно Вести мышц В зависимости от того Какая у тебя скорость Потому что Чем больше у тебя скорость Тем менее Резко ты можешь Ее двигать Иначе скорость сбросится Хокс потом В некоторых Демках Подробно Детально Объяснит Как нужно делать так Чтобы скорость Не резалась Точнее не падала Во время поворотов Петровича Я думаю Тут Все требуют Просто Все обидятся Если ты его не покажешь Где Петрович Не вижу А он выше 3.5 Сейчас Сейчас Здесь пара ребят Кира Так Мягкий пузо Там и сложный ник На этом турнире Петрович Тоже дабл Джамп использовал Такой мелкий Хотя Он был Не обязательный В начале Три способа Прохождения Через низ Через окошко Как делали почти Все Вакутрикеры И через лево Но через лево Это медленно Для Вакутри Последний раз Когда я видел Такую вариативную Карту Это был Наверное Год 2010 Чтобы так Много Было Возможностей Мог Мог гораздо раньше На последнюю Горку Зайти Пус Пус Довольно Достойно Если ни разу Не упадет Нигде Получилось Проходить Справа По нашей дорожке Может быть Не получалось Для такой Подключалось А там скорость Немного Сбивалась Потому что Там наклонная Она подтормаживает Тебя Тут как бы Всегда балансируешь Между расстоянием И скоростью Вот в эту вот ямку На огромной скорости В 250 км в час Вот в эту маленькую ямку Я очень много раз Падал Ненавижу ее Мы назвали ее Ямка смерти Номер 3 Она Так Выбешивала Просто Представляете У вас скорость 250 км в час Вы летите Со скоростью света Практически В дифраге И падаете В эту мизерную дырку И у тебя все чеки плюс Да, да, да Что самое печальное Так Желти Мусоранен Дифрагер Дифрагер так и не поменял Севи никнейм Я смогу за неделю Стать топовым спеймером И войти в твою команду Боюсь Лет за 5 Сможешь Неделю За неделю и 5 лет Не, не, не За 5 лет И неделю Так Мусоранен Тоже с моим Дифрагом С моей моделькой И тоже направо Вообще Топовый Бой Робот Мы походу Ошиблись Да вот Я уже Начинаю Сомневаться Чувак Насчет Первых Мест Может так И надо Было Кстати Вот на предыдущих Страйф-картах Реально Были Многие Игроки Человек 5 10 Которые Выбирали Для нас Не очевидный Путь Но в итоге Потом он Использовался Некоторыми Топовыми игроками Ну хорош Последнюю рампу Нормально прошел Самое главное Время поворотов И на таких рампах Скорость не терять Это самое главное Давай наверное Уже худ включать Потому что там будет видно На какой скорости Нужно поворачивать Если Немножко отклоняется То уже все Думаешь Снап есть смысл включать? Ну снап не обязательно Но хотя бы цегас Потому что Если слишком быстро Поворачивать То скорость начинает теряться И это будет видно Слушай Кубчик и давай Посмотрим еще Да-да-да Тоже хотел глянуть Странно что он не участвовал Видимо он все-таки играет еще Причем прислал демку Не на rocket run Какой-нибудь А на strafe Причем онлайн Стрейф Который Он вообще никогда не играет Он такой Именно оффлайн Он играл Тут вообще Беспалево развел 220 км Даже срезу Сделал в начале Фига Не знал Что он так умеет Охренеть Всего 400 мс От меня Я правда шел еще на 500 Но это мой предел Офигеть Он всю карту идет Минус 500 От меня Пора Это на пенсию Слик Вообще Самое неподдающееся Для меня Объяснение Вещь на этой карте Потому что Каждый раз После слика Разная высота Каждый раз После слика Разная скорость После слика Каждый раз Разная траектория Я ненавижусь Расстояние перед сликом Очень влияло Тем более острым углом Заходишь на эту рампочку Со сликом Тем больше Она скоро сохраняется Вичтал демку Прислал Кстати Квик чемпионз Виктал Клево Клево Он на четвертую карту Тоже отсылал На стрейф Он очень классно стреляет А Я пропустил кого-то Ща покажу Я хоть давно его не видел Он перестал участвовать Во всех турнирах Ох Виктал Молодец Ну Любой квакер Владеющий СПМ физикой Даже хотя бы Умеющий бегать за нарки В Квик чемпионз Может вот так вот стрейфить Боже Как у него руки трясутся Вы гляньте Кстати Хокс Расскажи пожалуйста Как Где вообще Как быть Как быть Игрокам У которых вот так вот Сильно трясутся руки В зависимости Либо от быстрой сенсы Ну тут еще Может быть Дело в мышке И в самом движке Потому что Ну просто сам движок Не очень адаптирован Под мышь Там Под некоторые Там Чистоты Я не знаю И плюс Если низкий Дипи И там Еще что-то Какие-то Факторы Да Пропустил В принципе Может быть Ну Зай Я вот Когда играл Постоянно У меня В некоторых местах Например Во второй Плани карты Когда я двигал Плавно Мышь У меня Уже Начинала Рука Трясется Из-за чего Это происходит Ну Рука Трясется Уже Часто Перенапряжение Если Именно Рука То есть Если причина Не в мышке Не в технической Часть То это уже Рука Ну И как быть Чтобы она Не тряслась Уметь ее Вовремя Расслаблять То есть Не перенапрягать То есть Нужно очень Отслеживать Чтобы она Не перенапрягалась Вот именно Здесь На долгих Поворотах Как бы Нужно было Идти с очень Определенной скоростью Поворачивать мышку И очень далеко И естественно Что Чуть Чуть правее Чуть левее Это плохо И соответственно Из-за этого Мышцы могли Выдавать Не совсем То движение Которое нужно В итоге Рука Начинает Самопроизвольно Просто перенапрягаться Если этого Вовремя Не заметить Это перенапряжение Будет Проложаться И только Мешать Игре Как вариант Как вариант Можно переносить Нагрузку С кисти На руку В таких Длинных Поворотах И тогда Потом Обратно Возвращать На кисть Кстати Сказал Мне реально Стало Проще Проходить Вторую Повену Карты Потому Что Я Когда Идет Затяжной Поворот Вот Сейчас Например Будет Первый Сейчас После После этого Слика Что Идет Первый Поворот Во время Этого Поворота Нужно Очень Плавно Вести Мышь И так Чтобы Скорость Не падала Видите У него Скорость Постоянно Падает На пару Км в час Зеленая Полоска Чуть Отодвигается От прицела То есть Это означает Что он Поворачивает С предельной Скоростью Нельзя Быстрее Иначе Она будет Скорость Еще Больше Падать Но Во время Прохождения Очень Тяжело За этой Штукой Следить Скорость Неимоверно Высокая То есть Эта Зеленая Полоска Показывает Куда Прицел Держать Можно То есть Если Прицел Окажется Левее Зеленой Полоски Скорость Начинает Падать Нужно Эту Скорость Все время Чувствовать И Чуть Чуть Начинает Трястись Вот Эта Полоска Все Нужно Чуть Меньше Скорость А Иногда На этом Повороте Именно На этой Карте Нужно Было Даже Чуть Чуть Быстрее Поворачивать Потому Что Нельзя На Предельной Скорости Повернуть В принципе Но Здесь Еще Пока Скорость Не Так Большие Поэтому Здесь Ну В принципе Нормально Было То есть Не Слишком Далеко Отклонялся Молодец Москаву Красава Power of Black Metal У этого Товарища Есть Замечательный Канал На Ютубе На Котором Огромное Количество Мувиков Роликов По Дефрагу Клейных Демок Под Музыку Советую Обратить Нимание Может Off Heavy Metal Ты имеешь Что Да Да А Это Кок Вообще Вообще Да Так Это Один Тот же Человек Разве Power of Black Metal Off Heavy Metal Один Тот же Человек Честно Я не Помню Но Я всегда Думал Что Да А Я всегда Думал Что Дефрагеры Поправьте Нас Кто из нас Прав Ну а Мувиков Там Как ни Крузи Очень Магал Блин Но Почему Лол Я пытался Так Проходить Почему У меня Не выходило Без Слика Но Понизу Сейчас Я хочу Перемотать Начало Минус 400 Минус 300 Сейчас 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 Он касается Большой Рампы На скорости У него 240 Км Следующая Еще Одна Рампа А Микрорампа И она Микрорампа Микропат У нас Прикольно Я Честно Гля Это Не Дотестировал Хоть Видел Его Ну Конечно Видел Привет Факир Там Слишком Много Дорожек Нужно Было Тестить В конце И Очень Много Разных Комбинаций Каждый Каждый Пад Каждая Горка Каждое Это Может Быть Использовано В Разной Комбинации Так Ну Себя Покажу Со Стыда Конечно Здесь Можно Сгореть Но Мой Предел 45 9 Быстрее Я Бо Не Смог Ультра Хардкор Я В принципе Здесь было не сложно Добраться до этой рампы Чтобы от нее взлететь наверх Ничего сложного В этом нету Главное просто иметь скорость 220 И дальше Ты просто поворачиваешь влево И всю карту проходишь Без кнопки W Здесь надо было присесть Чтобы не коснуться Потолка Попасть вот на эту рампу Как можно дальше Для того Чтобы не сделать лишний прыжок То есть Можно было долететь до слика До вот этой поверхности С ускорением Чтобы не делать лишний прыг Но я не долетел Поэтому пришлось его делать Но часто долетал И поэтому проходил Эту комнату быстрее Причем иногда Получалось Пролететь вот в эту дырку На огромной скорости Не коснувшись вообще Пола ни разу Ну Дальше поворачиваю Да Минус прыг И без пола Нифига себе Да Ну так Вот это самое сложное Для меня место Вот этот вот этап Вот эти 2-3 секунды Решали все на карте Как много километров в час Ты потеряешь на этом повороте Как он близко по внутреннему кругу Ну Я старался пройти По внутреннему кругу Чтобы залететь дальше Вот на эту рампу На которую я падаю На большую После второй После окна Которую я разбиваю Это очень выгодно Оказывается Для зеленой подлоски Видишь Она почти все время с тобой А соответственно Ты очень хорошо чувствуешь Что скорость не падает И все Потому что играю я обычно Вот так вот То есть я не знаю Где эти полоски Мне неудобно Они не отвлекают Я просто ориентируюсь По ощущениям Как правило Вот И самое сложное Что нужно было Для моего пути Который я выбрал Чтобы пройти Это нужно было От этой рампы Оттолкнуться На большой скорости Имея 250 Плюс км в час Попасть вот на эту хрень На которую я попал Ровно два раза За все время Два раза на нее попал Один раз я прошел А И кстати Я забыл рассказать Специально Чтобы не быть бло-болом Сейчас покажу пруф Сейчас досмотрите Тогда эту демку до конца Ну здесь все так же Как у всех Точно такая же концовка Только скорость у меня В конце 255 км в час А нужно 280 Да по-моему 90 Ну да Короче Вот моя демка 46752 Видите 46752 У меня есть еще одна демка Сейчас Так Шестая карта Records 46752 2 То есть я прошел Эту карту За 46 секунд Два раза Оба раза Я долетел до этой штуки Именно поэтому Я и сделал 46 секунд Потому что это позволяло Сократить траекторию И не использовать слик А использование слика Это потери по времени Ну и траектория Более широкая Я прошел Два раза карту За одно и то же время С точностью До тысячной секунды Ну все До фреймов нормально Четненько То есть я уперся Как бы в свой потолок Ну потом Блюс 500 в начале Делал за счет другого способа Который мы вам Попозже покажем Здесь все абсолютно То же самое Что и в предыдущем прохождении Точь в точь Тут я тоже До слика не долетел На этой горке Можно было бы иметь 250 км А после врезания В нее У тебя убавляется Почти 10 км в час То есть если бы у меня было Тут 240 Я бы смог завернуть Под 240 км Это важнее Гораздо важнее Да то есть 240 Это такая планка Выше которой Уже невозможно Практически пролететь Из потерь каких-то То есть очень нужно Такую траекторию выбирать Чтобы очень сложно На 240 дальше Вот в эту яму слева Я падал раз тысячу Наверное Из тех всех попыток Что я играл Реально Всего лишь два раза Я прошел таким путем До конца Концовку сильно запорол Запорол Да Мне не хватило Скорости Потому что я На рапу надо было Еще слева заходить Чтобы больше От нее скорости получить Потому что Она направо 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 Навниз Да То есть не под таким углом Явно Так Стрель 6 ППМ Че у нас там Выше меня Ходичка Капкорп Пенжи Давай наверное Детх И потом Сентра Давай Промодер Приджамп использовал Кстати да Один из элементов Которые мы Пока детально не рассматривали И не обсуждали В начале Можно было прыгать Как я А можно было Зайти вот на этот Дальний угол И за счет него Сделать дополнительный прыжок Он же называется Приджамп До старта То есть До тех пор Пока он не коснулся Линии старта Он делает прыжок Чтобы иметь уже Большую скорость Чем у меня Но при этом У него траектория Прыжков совсем другая То есть Он касается Вот этой рампы Первой Второй И у него уже Точки по которым Он касается земли Совсем другие И он не использует Платформу справа Он касается Левой платформы Но в целом Это не сильно решало Но если все делать Идеально правильно Как раз в топовых демках Вы увидите Как это нужно использовать Вы увидите Что это даст по времени То есть У него сейчас Чекпоинт плюс ноль От меня Запомните Плюс ноль Первый чекпоинт Вот у топовых ребят Там должно быть Все гораздо Гораздо круче Одно и то же Можно использовать Совсем по-разному Самое тяжелое место Вот эти 4 секунды Первый поворот И заход В дверь Которую-то мы Разбиваем О, вот этот Концовку прошел Нормально Ну-ка Ну немного скорости Потерял Он проиграл мне Семь чекпоинтов И выиграл Позлеенний Боже, какой стыд Но правильное начало Которым мы Точнее Которым не все Игроки играли Думаю В топ 15 Все будут Использовать Такое начало С этим преджампом Это начало Давало Ну лично мне 500 миллисекунд Лично мне Хотя и способ Которым играл Хокс Он тоже Давал большой плюс Вначале Ну давай Посмотрим Дальше Да-да-да Встрекаем Соба вперед Да-да-да Энтер Кстати Он успел Сделать 46 Ну как обычно Последний час Сделает Кипец Энтер работает Как папа Карла Времени играть Не так много Как у нас Вечно приходит Для него Дедлайн Является Самым лучшим Мотиватором Похоже Он последний день В две физики Играет И ставит Нормальное время А если бы Неделю всю Задрачивал Был бы вообще Жестко Рампа упала 250 км в час Видите У него сейчас Скорость больше 240 И как резко Она упала То есть Он его сбросил Да-да-да То есть В идеале Вот здесь После вот этой горки Иметь 255 Чтобы потом Дожать До 260 И вот На эту рампу Если зайти на 260 км в час Это очень круто Это очень и очень круто Блин Энтер Ну ты надоел Очень далеко Он от рампа В конце оказался Ну и короче Тот плюс Который он До этого сделал Он донес Просто до конца Блин Концовка На моей карте Будет последний час Мой рекорд ставить Как он сделал В конце Плюс 300 От меня Концовку Ну ты же Совсем запорол Ее Прям совсем Совсем Да А он прям А он прострейфил Да Мишаня 45 Молодец Обогнал Всех кроме Я думаю Очень многие Фейлили Чисто Концовку Да Я сегодня Он попробовал Поиграл Концовка Это ад То есть 7 чекпоинтов Я иду Плюс 500 Но последний Чекпоинт Вот этой Последней рампы Он Всегда в минус Хорошо Ох Сколько он потерял КМ на поворотах Боже мой Да Потому что Очень тяжело На 250 Завернуть Практически Нереально Поэтому Он теряет Очень сильно Лучше Более оптимальную Скорость Заранее Получить И тогда Уже На ней Поворачивать А вот Концовку Прошел Вообще По-царски Да Да Ой-ой-ой Ой-ой-ой Ой какая Концовочка Мишаня Молодец У меня Не знаю Вот Два раза Наверное Я заходил Так нормально На рампу Реально Два раза Хорош Литх Который пропустил По-моему Две карты Там уже посчитали Да Предварительные резы Двойной Прыжок Решил Решил Литх В то же Довезать Вначале Он кстати Был очень сложно Я от него Отказался Я его Постоянно В него Врезался Он бы Очень низкий Тяжело Было Попасть То есть Если На него Идешь То ты Можешь Просто В него Врезаться Если Право То Выгран Тяжело Очень Может Сна Зато Он по прыжкам Лучше Сделал В итоге Это ему Дало Видишь Сразу Там 360 540 И В конце Он Очень Тянул Только В правой Кнопкой То есть Тут Лучше Все-таки Наверное Кнопка Вперед Развернуться Сразу И начать На космоле Рано Стрейфить По Последней Прямой Да Прав Блин Торнер Обалдеть Ох Эти онлайн Стрейферы О Смотри Как он Начал Сейчас Сейчас Еще раз Он Начал С другой Стороны Не так Как Многие Начинали То есть По Более Широкой Чтобы Для себя Выпрямить Видимо В определенном Моменте Он Хотел Как Можно Больше Скорости Вот Посмотрим Сейчас Как Он 130 Офигее 130 КМ А Понятно Да Просто Придумал Другую Дорожку Да Парни Короче Твой Путь 220 240 КМ Здесь Типа Я не Я не Сделаю Топовый Рек Но Зато За Креативность Получу Максимум Смотрите У него Первый Чек Офигеть Хокс Объясни Как Первый Чекпоинт У него Минус 400 Первый Чекпоинт Минус 400 Пятый Плюс 400 Как Во-первых Главное По прыжкам Сделать Тоже Самое И Скорость Получить Больше У разных Путей Разные Чекпоинты Особенно Первые Три Различались Потом Они Все Одинаковые Потому Что Путь Примерно У всех Один Скорость Скорость Уже Очень близка Между Всеми Кроками Вау Мувик Сделают Саракс Это Вопрос Риторически Надеюсь Нет Ну Вдруг Есть Мува Мейкеров Кстати Нет Для Кого-то Из Мува Мейкеров Который Даблджам Тяжело Заходить Много Теряешь Он Залетел На 245 Для Меня Было Безумно Сложно Попасть В это Окошко И Подлететь Невысоко Вот Как Это Нужно Было Сделать Я Честно Не Понимаю И На Примере Демки Саракс Хочу Еще Рас Показать Этот Момент Объясняй Как Попасть В это Окно И Не Подлететь Высоко Все Мишань Ну Вот Смотрите Ну В зависимости От Исходной Скорости У него 254 Он Идет Довольно Таки Ну Средний Нужно Быть Дальше От Рампы Нужно Не Близко К ней Падать Да Да Не Нет Все Это Очень Факторы Взаимо Ну То есть Нужно Подгадать Все И Он А Ну Он Прям Касается Да Правая То есть Угол Нужно Максимально Конечно Ну Низкий Ну Низко Лететь Но При этом Так Чтобы Ну Все Так Долететь Максимально Низко Нельзя Там Окно Выше Клево У него По точкам Все Очень Хорошо Пройдено Хотя По Скорости Ну Местами Проседал Достаточно Так Кен Тоже Горис Он Не Стрейфер Посмотрим Слушай Ну ты Снаб Включил Или ты Думал Я не Замечу Ты думаешь Он Что-нибудь Дает Мне Или Зрителям Ну Мне Он Дает Очень Хорошо Насколько Он Правильно Выбирает Зону И Те Кто Понимают Ну Как Б Очень Важно Вот Он Попал Нормально Вот Он Начало Плюс 500 Да Вот На Это Начало Я Я Приджамп Очень Много Дает Все Здесь Он Заходил Под Большим Углом Достаточно На Рампу Терял Много Скорости Но Здесь Зато Долетал И получал Скорость Возвращал Ее Неплохо Короче Он Получил В середине Просто Хорошая Скорость И Донес Эта Четичка Война До Конца Это Очень Эффективная Дорожка Наверное Наиболее Эффективная Единственное Что Ее Нужно Просто Дорабатывать До Вуди 45 5 Он Тоже Проходил Как Торнер Чтобы Максимум Скорости Набрать На Поворотах Добирает Для себя Скорость 180 КМ Ух Ты А Понятно Не Очень Хорошо По Скорости Но Зато По Траектории Хорошо И Поэтому Чек Он Сделал Нужный Мне Эта Карта Знаете Вот Вторую Карту Слики Испортили Которые Были На Карте И Эту Карту Слики Испортили Что Начальные Что Конечные Нахер Они Нужны Сделали Нормальный Стрейф Наконец Для Стрейферов Слик Это Как Дефолт Сейчас Зафейлил Как Он Что Что Просто С прыжовки Нажал Что Я смотрю Ну прям Отличное Похождение Раз Это Было Очень Обидно Конечно Просто Вот Это Вот Падение Ударяешься Головой В пол После Слика Ну Блин Он Тоже Такое Рандомное Каждый Раз Ты Падаешь На Эту Рампу С Разной Скоростью Под Разным Углом На Разное Стояние На Слик Нужно Иметь Всегда Стабильную Скорость До Твоей Дорожки Ты Уже Знаешь Заходишь И На Принемный Угол Двигаешь Мышку Всегда Одинаковый И Все Получается Достаточно Стабильно 260 После Этой Рампы Ох Какая Тут Скорость Офигительная Просто Он Довольно Таки Большой Угол Берет Поэтому Он Неплохо Возвращается Ну Конечно В окно Можно Улетать Намного Больше Скорости Но Он Не Попадает Никуда Там Ни На Рампу То есть Ничего Не Дает Ему Это И Поэтому От Рампы Он Очень Далеко Оказался В конце Да Он Просто Он Получается Ни Слик Не Заюзал Ни В левую Верхнюю Часть Не Залетел А Что Здесь То Произошло Начало Но На Концовку Нет Там Какой-то Скошенный Угол Был Там Была Срезанная Наклонная Поверхность А Может Он Все-таки Не Нашал Прыжок Или А Вообще Если Ты Сегодня Кстати Интер Такой Тоже Демку Прислал Мне Если Ты Прыгаешь Последний Фрейм Касания Пада То Почему Даже Если Нажал Прыжок Он Не Срабатывает Но Не Успевает Модель Прыгнуть Ну Т.е. ты соскальзываешь Как бы С него Да-да Хотя Прыжок Ты нажал Но Прыжок Не Срабатывает То есть Там Где-то Происходит Где-то В один Фрейм То ли Между Фреймов В общем Тут у парня Из Ватикана 300 Минут Сервер Тайм Так Первый Даблджамп Падение Вниз Он Моим Путем Проходил Боже Какой Стрейф Пошел У ребят В топе Мамочки Все Зоны Сейчас Используют По максимуму А кто это такой Даже не знаю Какой это чувак Из Ватикана А ну Какой широкий Что Очень плохой Не-не Ну это не дело А он просто Плюс прыжок сделал Плюс прыжок Он не смог Завернуть Более плавно Сейчас я покажу Еще раз Это в демке Зато он вернулся Дальше В траекторию То есть Он не потерял Ничего Зато он По максимуму Дальше прошел Ну нахер Ну как так играть Вообще Вы посмотрите Еще раз На какой мощный Стрейф пошел Папа Римский Наверное Мы не знаем Точно кто это Можно конечно На почту Вряд ли у него Время есть Конечно Папа Римского То есть Начало точно Такое же Как у меня Все в точь в точь Чекпоинты Минус 300 Ноль и 300 Это не смотрите На это Я тоже вспомнил Что у меня Другие чекпоинты Были записаны Потому что Я другими способом Проходил Начало 700 на слике Блин Как так-то Как 700 на слике А ну хотя Я на плюс 500 Слик дает очень много Я же на плюс А я же на плюс 500 шел Да все нормально Вот смотрите Он поворачивает 235 км Держит стабильно Касается одной рампы Поворачивает еще раз Но поворачивает Очень плохо То есть поздно Начал поворачивать И входить в поворот Он должен был Вот этой части рампы Коснуться Более нижней И посмотрите Какой широкий вход У него в этот поворот То есть Все входили По левой стене По левому краю А он по дальнему И он сделал лишний прыжок Как раз коснулся Вот этой тумбы Еле-еле подлетел На этой рампе В конце Которая блин То 10 км отбирала То 20 Я не знаю Как заходить Я не знаю Как заходить На такой гигантской Адовой скорости Как 250 км И чтобы у тебя Скорость рампы Не отнимали Ну она отнялась Там буквально чуть-чуть Как он так сделал Объясни Ну очень острый Острый угол Берешь и все А, ну все понятно Объяснил Ок Так Даем-ка Хокса Начинал я По стандартному Достаточно Без сприджампов Очень плохое Начало У меня В этой попытке Не получилось Ну вот Начиная с Би-би Видно Что там уже Дикие ребята Пошли Плюс 800 У него было У тебя 400 Висела скорость Но здесь Я очень быстрый Угол взял И поэтому Смог И здесь Что-то стрейпивал Чтобы попасть На рампу И здесь По траектории Хорошо зайти На последнюю То есть Говоря До этой попытки Очень хорошая КМ-сопка Достаточно О, и ты еще По низу Проходил На рампу Которая Да Да там особо Не важно Все равно Подергал так Забавно Так Три Четыре Пять Шесть У тебя седьмое место Да Слушай Ну у него Плюс 400 Было На первом Повороте Где кнопка Первая дверь Короче У него Плюс 900 У тебя Плюс 450 От меня За маги Или это Мои чеки Кривые Которые Сохранились Не знаю Наверное Биг босс Какой-то ужасный Приджамп Вол Он даже Не использовал Угорку Вол Монтор Ты че В итоге Он вернулся На нашу Рампу Которую Мы использовали Вообще Заруинил Начало Не совсем По скорости Получился То же самое Очень необычно Все прошел Как же он Низко на рампу Упал Но скорость Все равно 200 60 Не добрал Кстати проходил Как я достаточно Но он Очень высоко Взлетел На эту Моя концовка Была получше Конечно Хотя он Рампу Союзывал Нормально Да нет Че не так Хокс Что в его Демке Лучше Я Приджамп Не использовал Я его Не дотестил Как правило Когда я вижу Правый Приджамп Плюс Очень сильно Легко Перелетаем И его Сложно Затестить Так Чтоб Понять Его Плюсы Построить Дорожку Но он Его Поставил Так Американец Хейдос Коэстонник Поменял Прошлый раз Поменял А ну да Хейдос Вот это Уже Нормальный Путь С Приджампом Достаточно Но все Таки Я бы Прыгал бы Сразу У них Потому что Скорость Акто И совсем Маленькая Тебя покороче Как же сложно Вот так вот Завернуть На 240 км Он ни одного Километра Не потерял На повороте Он так далеко Опять он До ней Ну это не дорожка Как-то совсем Охереть Просто парень Хотя скорость У него гигантская Блин Слушай Это выгодно Получается Давай еще раз Посмотрим Ты теряешь прыжок Представляешь На такой скорости Потерять прыжок Это просто Безумие какое-то А как все-таки У него возошло Потому что дальше Ты все настолько идеально Выполняешь Что везде по чуть-чуть Дает очень большой плюс И в итоге Ты этот Не только прыжок Отыгрываешь Ну и тайм просто делаешь Лучше Сейчас я хочу посмотреть Вторую половину Его прохождения Вот смотрите 240 км Вот 240 240 Это так тяжело Повернуться на 240 На 235 Изи Нет так Так можно поворачиваться Как он поворачивается Ну так широко Да Широко Да это легче Получается И он Он не вот здесь Вот делал Доп прыжок Двойной прыжок Где все это делали А вот здесь вот То есть он сделал Дополнительный прыг вперед Но Зашел аккуратно На эту рампу Перелетел Вот эту тумбу Перелетел Тумбу На которую падал Хокс С Сайрексом Он упал просто На пол И Дальше уже прошел Там небольшая рампочка То что он еще получил Три километра Да Он зашел на рампу Потеряв Четыре километра Хокс Ну учи пожалуйста Как Как можно потерять На такой скорости На рампе Четыре км Ты посмотри на твой острый угол Зайди под таким же И все Да ну нахер Это рандом Ну и плотную Это самый рандом Чтобы Ты врезался На такой горке В рампу Чтобы скорость Вообще не отнялась Как Читерство Просто читерство Квазар вообще Для меня Удивительно Как он мог Столько поставить 44.9 Я вообще даже не знаю Он не показывал себя До этого На этом турнире Сейчас скажу На второй карте Кьюасар 28 место Ну да А четвертое Сейчас А четвертое 13 Ну там фрейм карта Там у всех Как бы Все легко Путь нашли Ну 13.7 Он на секунду От первого места Остал А здесь он Топ 4 Лол Что Ну моя дорожка Вообще тянула На 44.9 Ээээ Или джампом Ну тут конечно Больше Но лучше Смотрите Первый Не самый Что Первый Что Он как Что Минутку Он что Коснулся Линии старта Раньше Смотрите Какая у него Траектория Господи Первый Чекпоинт У него Минус 500 От меня 500 Главное По прыжкам Главное Да По прыжкам Куда он попал Потому что Чекпоинты Не всегда Правильно Расставлены Они были Хорошие На этой карте Но вот Два Чекпоинта Были Первый И второй Не совсем Правильно Поставлены По такому Качестве Будет Дальше Проходить Потому что Как он Мама Он Заюзан Телефорт Я только Сегодня Узнал То что Он Сохранял Скорость Да Мы Сегодня Об этом Узнали Единственный Телефорт Который Сохранял Скорость Вообще На всем ДФЦ Их Добавили Какой Версии Дефрага Я вообще Даже Вообще Не помню Что Они Были Но Их Не Было Раньше Он Зашел По Низкому Как Ты Да Ост Сохранил Захренище До Стрейфил Получил Скорость Да Ну В принципе Как я проходил Концовку Но Скорость Побольше Еще Обалдеть Кьюасар Как ты Это Сделал Один момент Пересмотреть Хочу То есть Он Зашел В телепорт На хорошей Скорости И промазал Голозону Но Все равно У него Даже Второй Чикпоинт Смотрите Минус 200 А Я Шел Еще На Плюс 400 То есть Самое Главное То Какой Чикпоинт У игроков Будет На Слике Там У меня Было Плюс 400 Вот Здесь Вот Вот Здесь Должно Быть У него Плюс 400 400 Видите То есть Первый Второй Третий Чикпоинт Вообще Роли Не Играли Главное Через Сколько Времени Ты Здесь Окажешься Чат Чатик Вы Слушайте Вы Смотрите Вам Интересно Я Пока В шоке От Такой Дикой Скорости Поворачивать На Скорости 260 Вообще Ад Просто Ад Смотрите Как он Низко Подлетел Просто Минимально Низко И он Также Перелетел Вот Эту Тумбу Вот Эту Коснулся Пола И Зашел По Самому Внутреннему Кругу В Поворот Спасибо Enter Это Очень Очень Круто Не Ну Красава Квелсара Ничего Не Скажешь Брейкер Брейкер Ты здесь? Ты А еще Здесь? Третье место Норвегия Наш Зритель С твича Самая Тихая Моделька Наверное Из всех Твойной Прыжок Зачем? Ну По траектории Чтобы войти А здесь Видите Чекпоинт Уже Совсем Другие Потому что И Траектория Другая А тут Тоже Плюс Пятьсот Плюс Восемьсот Обе Обалдеть Плюс Секунда Как он Хорошо Слик Понимает Он Один из Лучших Игроков На Слике Да? Да Не Сюда Обыгрывал Ох Брейкер Какая высокая скорость Ты имеешь После каждой Слик Вау Одновременно Так, стоп, я хочу познать ещё раз На рампу он, конечно, не попал, но выгодно было Гуд старт для тебя Даблджамп Не знаю, нужен ли он здесь был Почему ты использовал даблджамп-брейкер? Чтоб сюда попасть Так можно было без этого Можно было, но он захотел Я как-то автор, я так вижу Плюс 500 Слим, мы твои километры перевести нормально Да как вы достали, нытики, учитесь играть Вот всё, включил Вот он сложно Теперь понятно Вот если там была у него больше 2450 и 2250 Тогда да, он может нормально пройти Сейчас смотрите, 242 км Это 2500 упсов 100 км, это 1000 упсов, это 97 км в час Господи, как у него плюс секунды и два здесь? Как? Ну откуда здесь секунды и два? Ну ладно, я шёл плюс 500, окей Как у него здесь такая скорость, tell me Он подлетел очень низкая Вот, я 2600 как раз тоже входил обычно сюда Брейкер После доу А если бы дострейфил, он бы попал на рампочку А он не попал на неё Ты должен использовать рамп На последний тур Надо было 10 побольше скорости Рампы было бы хорошо, зато сохранил много Очень хорошая рампа на финише 2778 в конце Жара Это Найс, найс Баз хотел всё сделать, первое место, но Не смог Говорил, что займёт первое А можно использовать два скорости, ну там сразу в километрах и в упсах? Нет, наверное? Странно, что нет Оригинальный прижамп у База Да, как у Лантора получился И под чеком идеально Чё, никто окно, что ли, не юзал, кроме кью Асара? Заметьте, сколько вариаций в начале И все они примерно к одному сводятся потом Слушай, не, не очень большая скорость здесь Смотрите, он сразу попал на слик В отличие от меня, то есть у него скорость здесь чуть выше Здесь слик, плюс 700 Максимальный чек мы здесь видели, плюс 900 У него 2600 Припадение, прикинь, сколько сейчас будет 2750 Очень нужно сейчас резать скорость Видно, что Цегас отдаляется довольно-таки далеко Но он быстро возвращает на 2400 А рампа ему дает еще больше И он может на такой скорости завернуть по малой траектории По узкой Опять же, под острым углом залетает на 2600 Тут он дострелливает, да, чтобы попасть на рампу И теряет 10 км на рампе То есть чуть-чуть не так на нее зашел в конце А, сори, что я первое прохождение демки замедливал Я увлекся просто рассмотром Давайте еще раз Замедлять надо для того, чтобы успевать понимать, что игрок юзал Ребят Вы не видите, что игрок использует А на самом деле здесь куча микроэлементов Они нужны Да, как монтор начало Мне кажется, монтор с базом Дувут в одной комнате И палят пути друг от друга Сейчас напишут Ты раскрыл наш секрет 240 260 Блин, ну плюс сека 200 Ну откуда здесь столько времени? О, до стрейфа чуть-чуть, но нет Не попал, да? Ну там есть одна маленькая рампа Тега больше, а она попадает на маленькую 280 км в конце То есть ты еще меньше закурить, и что больше получаешь Я имел максимум 260 в конце То есть 270 для меня вообще не реал А 280 это просто о май гад Ну и вот Самый топовый рек, который как бы Не 43 секунды, однако 4 человека всего сделало 44 секунды Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять Десять человек 45 Когда я посчитал, ну как бы для своего роута У меня получилось 44,9 Когда я пересчитал на Ну с сплитджампами, там со всеми срезами и скоростями Получилось 44,4 где-то То есть Ты близок 44,3 там пускай, но 44,1 Я не знаю, наверное, что-то еще удивит Ну я не представляю, где еще полсекунды с куста просто взять и выбрать Ну либо супер-супер Как думаешь? Каждый проход, ну уголовный, как бы Все идеально у него, наверное А я думаю, что он все-таки в конце после окна Нашел дорожку другую Не-не-не, он попал на рампу Которая дала бы ему скорость Так Типа как Адриан Давай, посмотрим Может быть То есть с высоким полетом в окно, но без использования вот этих вот тумбочек И он попал на рампу И перед сликом, прям перед сликом завернул влево Ну плюс идеальный финиш Итак, первое место шестого раунда Индер Сейчас такой двойной прижам, да? Первое место Да, дабл-жаунд, как у брейкера Вот, он вниз падал, чтобы скорость как можно больше 240 м, это в юнитах Ну потом пересмотрим Пустыща! Самая лучшая скорость Самый лучший человек 240 Какой он теряет скорость на такой повороте? Не может быть Не, было два человека, кто на 240 не теряли И? Да, он попал на рампу Господь, 270 Он на самый эффективный он попал, да Четко из них занёжил на рампу Вот это комиссовка Комиссовка плюс 700 от меня Мамочки То есть он А стоп, а первую рампу он юзал на преджампе? Мы ещё об этом разговаривали Нет, нет, там дорожка немножко меняется Вряд ли он не использовал её Не, не допрыгнул Ну, она бы дала там 2 км Там дорожка, просто ты врезаешься в следующую платформу Вот на следующем прыжке Вот сюда вот ты часто врезаешься, да Если у тебя вначале слишком сильный первый прыжок Я тоже с этим столкнулся Ты думай, не можешь даже даблджамп сделать, ничего не можешь Просто вырулить обратно Как же часто он переставляет мышь и попадает в зоны Вот на каждом микро-мородце Даже заменение кажется, это супер-быстое, да? То есть смотрите, вот я включаю реально низкую скорость Низкую скорость просмотра Можно включить, чтобы я хоть понял его дорожку? Да, хорошо, хорошо Да, хозяин Смотрите, вот видите он Микро-моменты, когда он переставляет мышь каждый раз И каждый раз после переставления Мышь всегда находится в зелёной зоне Таким образом она постоянно-постоянно растёт У него всегда оптимальнее Раз, сейчас, два Три Четыре Пять Как можно за полторы секунды, шесть раз Зону переставить и мышь поменять? Объясните Больное блюдо Посмотрите внимательно на демку Сейчас скажу С четвёртой секунды до седьмой С четвёртой до седьмой Вот эти микродвижения мышью Сейчас На таймске или антинаторфиках? Сейчас, сейчас, смотрите Сейчас Раз, два, три, четыре, пять, шесть Вот вы видели это? Это пипец Это на реальной скорости он попадает ровно в то место Как ноут 1800? Что, такой скорости никто же не вылетал просто У меня ни разу бы не получалось Демон Ну, человек владеющий самый лучший Кто владеет техникой Брейкер, воду фигмалт И четыреста семьдесят пять До такого никогда не было у меня просто Ну, я вчера, когда спал, мне приснилось, что я так же играл Так, тут он упал Сейчас мне нужна скорость километрах Двести пятьдесят четыре Сейчас Двести пятьдесят четыре он На три пятьсот Вот как он может повернуться? Хорошо, вот тут нужно срезать, да? Смотрите, скорость Он немного режет Смотрите, вообще не падает меньше Двести четыреста восемьдесят три Это анреал хард вообще на такой скорости Так поворачивается Двести четыреста пятьдесят я понимаю Ну да, он чуть-чуть дальше еще подсбрасывает Потому что невозможно вырулить Иначе он будет по очень широкой траектории двигаться Как те предыдущие ребята А он пошел по узкой, да Это была самая сложная траектория Я потом понял, что мог бы более широко пройти Это было бы даже выгоднее Но... Ну, я на полегче было бы, точнее Но выгоднее все-таки по узкой траектории Потому что ближе На рампу быстрее попадаешь И он на 2630 Я всего лишь один раз вылетал на такой скорости В рампу В окно Смотрите, здесь он начинает стрейфить На очень дикой скорости На лютой скорости Он перелетел вообще все нахер И вот видите рампа Он попал на нее Сколько скорость дала стоточку Господь всемогущий Как можно было долететь до этой херни Только если он имел перед предыдущей рампой огромную скорость В общем, мораль Чтобы попасть туда, куда сейчас этот погырок попал на такой скорости Нужно было иметь большую скорость на предыдущем повороте Чтобы взлететь максимально далеко с большей скоростью Чтобы долететь до сюда И только тогда Только в этом случае Он мог до этой рампы попасть Которая дала ему скорость Ну и в конце он еще и дострейфил нормально И попал И смотри, он ни в что не врезался И еще по прямой И еще и скорость добирает Добирает, добирает, добирает до конца добирает Почти три косаря скорость 288 км в час 960, да Мне всего лишь один раз получилось 2900 И то там треслось на рампе Че за бред? Это жестко Пипец Не, ну жесткий страйф, ничего не сказать Причем, заметь, разница по каждому прыжку была значительная от других игроков То есть там реально Везде там по 50 УПС По 5 километров Больше везде Как минимум Кстати, друзья, напомню, что вы можете пополнить призовой фонд Турнира Даже если это будет всего лишь один доллар Или, ну, жевательно хотя бы от доллара В общем, мораль в том, что на седьмой карте Есть специальная стенка, где будут увековечены Донатеры с никнеймами Кто донатил, поддерживал призовой фонд турнира Чтобы его поддержать Вам нужно Перейти вот по этой ссылке Либо зайти просто на defrag.ru На главную страницу Спасибо за ссылку Вот есть новость об этом Вот она, самая вторая сверху ДФЦ News 2000 Точнее, вторая новость ДФЦ 2017 News Здесь написано, что призовой фонд 2500 долларов Вот список всех, кто будет на этой стене увековечен И вы можете стать частью истории Ну, если вы, конечно, любите квейк и defrag Но седьмая карта Будет жестче Она будет сложнее Она будет еще интересней И она уже не будет на стрейф Она будет на оружие По традиции Все финальные карты всегда проходят на пушки То есть с ракетами, с гранатами, с плазмами Кучей триксов и элементов И обзор этого рауна будет в следующую субботу 23 декабря В этот же день закончится Весь дефраг Точнее, весь ДФЦ Весь дефраг на этот год Мы узнаем имя чемпиона В обе физики На этом турнире Узнаем, кто из этих ребят Сколько денег получит Кстати, надо бы заранее хожу спросить Как баба будет распределяться По-моему, три за призовые места Ну, я думаю, поправлю Ну, сколько? Сколько за какое? То есть, хотелось бы тоже знать примерно Ну, да, да Вот Мы сейчас покажем вам таблицу Сейчас мне ее скинут И еще не расходитесь Я потом покажем ролик А, кстати, да, ребят Сейчас будет клевая тема Ну, я дальше поясню Эй, сейчас Это финальная таблица Предыдущих раундов Сейчас покажу Самую-самую финальную После этого раунда тоже Так, XLS, Points Смотреть Excel Так Смотреть онлайне Эээ Так, а что тут за это? А как тут сортировать По оверл нажимаешь Сортировка по возрастанию Только в ЦП Здесь нету по возрастанию А, сортировка сверху Сейчас Точнее, по убыванию Эм А, ну здесь места не написаны Но в целом сортировка так и идет Да? То есть, первое, второе, третье Четвертое, пятое, шестое Седьмое, восьмое, девятое шестой и не пришлет сто процентов на седьмой демку равно и стопа его и стоп 10 его не убрать то есть он просто мертвым грузом занимает там позицию спасибо шведу за это и тут мягко говоря еще хейдос биби дышит в спину как говорил мишаня но блин отрыв между мной энтером уже сколько 200 очков ты так монтора выделил как в вашем плане а да извини монтор я случайно ну чисто теоретически если сайрекс очень круто выступит на финале он может обойти в уди попасть топ-3 то есть борьба будет за третье четвертое место первое место уже баз гарантированно может быть индар не пришлет на финал а он уж точно облажается с дорожкой в финальной карте более освоили наконец-то карту которая скорее всего больше всего ждал это он сыграл только что ну кстати да наконец раскрыл свой скилл который за столько лет накопил мы это увидели с хейстом и показал прям полна а не пнул это будет потом будет считаться после самого турнира так ну что показать все тогда сейчас стоит таблицу наверное они таблицу а мувик не будет я сейчас поясню до дело том что мы очень много рассказываем о том как сложно там тот или иной там под зерк показывает вот смотрите вот это вот было боль вот это вот было сложно вот это еще что-то было но это все не очень хорошо можно проиллюстрировать демки которые мы смотрим они все проходятся с тем прохождением пусть они полностью пройдены и вот почувствовать ту самую боль да вот именно что не получается вот эти неудачные моменты у меня была идея давно уже и тут я думаю ну почему бы и нет до дфц шестая карта как стрель который мне вполне понравился я решил сделать видосик который вы сейчас посмотрим смотрим то есть это вот исполнение хокса во время его игры на этой карте надеюсь музыку многие узнают там вспоминайте ребят откуда музыка на экране можно увидеть как он двигает мышь ну видно конечно так себе а чё у тебя за ковер а про просто он чисто черный поэтому не видно как именно ты водишь ощущение кого-то прям по столу и наглядно можно увидеть в каких местах как часто игрок фейлит и как это происходит какая у него реакция после этого правильные смайлики уже в чат пошли джеки чан конечно привет дает неудачный дубль с джеки чаном шарите слушайте вы прямо красавчики и вот каждый раз каждое прохождение показано во что можно просто врезаться чуть-чуть правее чуть чуть левее то не залетаешь то еще не долетаешь то головой врезаешься то присесть не успеваешь да 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 каждая стеночка чуть-чуть передает долго делал да нет как-то нарезал каждую попытку а я просто опсом сохранял у меня же есть кнопочка типа сохранить play а нажал реплей сохранить последний пять ну там сколько секунды все она клево это была самая частая проблема ударяться башкой но почувствуйте боль да 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 именно боль каждого вот этого неудачного дубля до прыжок не поражал то еще что-нибудь привет джокер спасибо нет это было с первой попытки мы же с первой попытки рано в растап прошли но не считая смерти на первой секунде то есть вот так примерно происходят все попытки дифрагировали все в одной секунде то есть прям подряд то есть грубо говоря я поставил 45 и 9 начал снимать то есть это всего лишь одно улучшение тайма пока идет а здесь показано улучшение до следующей да да то есть все чеки они относятся только к одному прохождению текущему и вот я хорошо получил на слив уже уже ближе концовки уже как бы более-менее все понятно круто то есть уже более-менее выработал дорожку куда и начал проходить уже по-нормальному такое ощущение что мышь почти не двигаешь ну да сенсена тоже довольно таки низко но высокая мне 12 сантиметров для разворота на пистер шат гаусс а раньше играл на 27 в принципе есть 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 просто дифрагеры которые отыграют стрейф как хокс и у которых мыша по ковру просто постоянно ездит из-за того что она очень низкая и в такие повороты затяжные очень тяжело заходить с низкой сенсой очень-очень тяжело но у тебя скорость на пол монитора просто зато я на нее вообще никогда не смотрю просто боковой взгляд всегда и видит а ты вообще не смотришь я смотрю только на прицел да и соответственно всегда знаю скорость а я смотрю только на скорость а прицел я смогу как бы максимально свожу с зонами то есть цигаз у меня должен свестись максимально последний пиксель зоны Ух ты Круто Ну, ребята, это был Хокс Я еще на своем канале сейчас это выложу Так что, ну, вдруг кто захочет пересмотреть Да, ребята, спасибо, что смотрели Это был шестой раунд Еще раз напомню, что призовой фонд вы можете пополнить Будем очень рады видеть ваши ники В фирменной таблице Которую решил запелить За подлона финальной карты Заходите на defrag.ru, там есть вся необходимая информация Напомню, что defrag можно скачать на гудгейме В самом низу, вроде как он даже скачивается Спасибо, что глянули И я жду всех Всех в следующую субботу На финале чемпионата мира Во-первых, в этом финале определится Игрок Который Выгорит в Эку-3 физику Потому что в Эку-3 физике Скажем так Нешуточная борьба между двумя лучшими игроками В дифраг в Эку-3 физике в мире Это два многократных чемпиона мира Декс и Шайн Ну и Кто из них победит, мы узнаем тоже через неделю в субботу Также мы узнаем, кто займет тройку призеров И в ЦПМ физике Кто сколько денег получит Куда уйдут 150 тысяч рублей Надеюсь, что и мапперам тоже достанется Особенно за подлона Вот И сейчас я хотел бы показать вам еще один мувик Который вы, наверное, не видели Или сам я не видел его уже как минимум, наверное, лет 7 Не меньше Думаю, он вам понравится Спасибо всем за просмотр С вами были Хокс и Зерк Команда Undead Defrag.ru И Q3df.org Всем до следующей субботы Всем пока Да, всем пока И обязательно гляньте мувик, который сейчас покажу Он вам понравится Суббота 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 Суббота